да да второй семинар по подготовке конференции по технологии мышления доклад делает максим асовский тейсы я рассылала с коллеги пошарьте у себя в почте и обращать к тем кто в интернете не получаешь там много съем поэтому это нужно перед собой спасибо герленина значит я не хотел бы читать свои тезисы поэтому в общем я расскажу о том что меня проблематизировал в этой теме и отнесусь к предыдущему предыдущим двум докладам я послушал значит в первую очередь мне кажется важным вопрос что такое технология я считаю что тот вопрос который вера леонидовна поставила в своем докладе технологии отвечать на вопрос как делается он справедлив дальше я думаю что прав и присоединяюсь к владимиру олейнику то что он говорит это перечень неких операций и то о чем он говорит похоже на то как описывают бизнес-процессы то есть я думаю что действительно любые технологии в том числе технологии мышления должны быть описаны как технологии деятельности как это сейчас делают консалтинговые компании но предполагается так может быть значит и вот как раз об этом же говорит мрача вячеслав когда он ссылается на стандарты описание технологий деятельности называет ряд технологий которые сейчас являются стандартами для бизнеса вместе с тем я для себя конечно отмечаю значит отмечаю что вот когда владимир воловик говорит о том что технологии должны быть стандартизированы это ну так перекликается с палом владимировичем малиновским когда он говорит про массовизацию нет некоторых логий то есть естественно то что значит массовизируется скорее всего то что выглядит стандартные становится какими-то определенные стандарты может быть не прописываются в гостах или там стандартах значит как мы привыкли и со но во всяком случае для того чтобы она массовизировалась она должна быть представлена в стандартах каких-то описаний значит это первый как бы пласт который меня волнует то есть значит как описывать технологии деятельности как описывать технологии мышления потому что на мой взгляд сейчас для технологий деятельности бизнесовых не хватает взгляда как на технологии мысли деятельности и значит возникает вопрос а как описывать технологии мышления если у нас те самые стрелочки и квадратики которых мы можем быть технологии описывать значит второй как бы вопрос который меня проблематизирует это вопрос что есть мышление значит и это совсем неполнальный вопрос ну сам я присоединяюсь да потому что у меня написано в зарисовках об истории мышления что мир устроен как мысле деятельности ничего кроме мысле деятельности в мире нет мысле деятельность суть мышления деятельность понимания и рефлексии это цитата из детской лекции петра георгиевича значит но вместе с тем если мы заглянем в историю мышления и по сути дела об этом зарисовки есть у нас возникает вопрос который я считаю основной философский вопрос который обсуждается в течение двух с половиной тысяч лет это мозг вопрос звучит так мозг это функция мышления и мышление существует отдельно человек либо мышление рождается в человеке человек свободен и звук у вас свободен мысль и действие чуть-чуть я про мозг не поняла особенно в контексте двух с половиной тысячи лет еще но прошу прощения может быть все часа что первое насколько я понимаю начался логически другой кусочек да давайте здесь делаем полу вы выложить свои представления о технологии те вопросы о которых те вопросы которые вы считаете важными если здесь вопрос да и действия здесь вопросы да пожалуйста макси скажи пожалуйста что если какая-то практическая задача которая двигает тебя вопросу изучение исследования мышления о технологиях мышления об этих я считаю что все организации которые существуют в нашем мире сформированы как как такие сгустки мышления поэтому когда мы говорим о любых организация потом допустим это семена лис wants to к мышлению любая крупная организация упупших мышлением мелко организации ну ещё не коммерческая ну конечно я имею виду мыслебеятельность город организован как по сути дела как мыследеятельность страна организован как ослебие нас народ организатор как нас Golika и у меня только практический взгляд на то о чем я говорю то есть я во первых правил порядка ну больше уже 30 игр в прошлом году когда я работал с различными группами людей которые ну там от 30 до 150 человек которых я воспринимаю как коллектив участвующий в общей деятельности у которого формируется общее мышление которое синхронизируется определенным образом возвращается в деятельность после той коммуникации которую я должен организовать и у меня есть конечно же ряд проектов маленьких и больших которые я делаю как проводя людей по схеме наследие то есть я понимаю что этот процесс привода людей к такой продуктивной деятельности он технологизируется он для меня конечно же связан с практикой управления и в общем я я за ним наблюдаю сейчас история позиции которые в общем описывала вера леонидовна прошлый на прошлом на прошлом семинаре и по результатам у меня получаются такие наблюдения которые я стремлюсь выразить то есть когда мы играем когда мы значит участвует в каких-то проект маленьких больших когда вообще работаем с каким-то коллективными людей у нас возникает мы следили вокруг ну мне кажется что такое сильное допущение которое ожидается некоторых доказательствах но я как бы здесь можно это тот же самый вопрос правильно ли я понял что задачи практической ее как бы нету хотя есть практическая ориентация ориентация на практичность а есть какая-то трудность более широкого общего характера не сводим и какой-то локальной задачи ты вот в этой ситуации но есть скорее легкость нетрудность то есть по сути дела после того как я ну освоил тот арсенал схем который есть московского экологического кружка представил себе некую схему то в общем для меня не существует трудных задач но я когда сказал трудности и даже может быть не задача у меня же я говорю о том значит о том на чем я пробую проблематизирует когда мы обсуждаем технологии мышления я говорю что есть три сейчас фокусом который я вращаю внимание первых это понятно что такое технологии второе что такое мышление и третий фокус значит как это все соединяется понятно непонятно в связи зачем об этом то что когда об этом есть 33 фокуса с трудности я понял а зачем об этом непонятно зачем я говорю и кстати не по зачем вы хотите хотите что я вмешиваюсь но я не понимаю максим как связано ваше утверждение что это три фокуса трудности с тем что вас трудности нет одна такая легкость кто сказал что проблема эту трудность проблемы цель то есть я вам я и не трудность почему ну то есть мнение меня тоже как бы ну либо и проблемы это цель от латинского пробелу брошенный вперед мысль брошенный вперед но слушайте мы же не собрались здесь обсуждать предмет или проблем значит я говорю что по теме технологии мышления мы фокусируемся на трех вещах первым это технологии что такое технологии второе что такое мышление и третий как это собирается теперь мне михаил задает вопрос я зачем могу на место зачем об этом да ты зачем об этом да я раз тебя тоже я просил коллегу напротив значит зачем об этом что я так младше мы зачем вы пришли или зачем я чем ты об этом докладываешь размышляешь значит я могу ответить очень так парадоксально это не я размышляю я не могу об этом не размышлять то есть вот у меня есть некая сборка и я ее приношу может быть и незачем это если бы я стоял на той позиции что мышление существует вне нас ну вот она вне меня существует вот она у меня есть я не могу об этом молчать то есть я считаю что вот такого утверждения будет достаточно для ответ на ваш вопрос хорошо тогда может быть с другого конца попробуем зайти что ты ожидаешь от сегодняшнего доклада круче что ты ожидаешь от своего сегодняшнего доклада для себя значит я ожидаю что я смогу проговорить собственное понимание потому что значит по наблюдению тех кто занимается мышлением скажем в контексте коммуникации языка есть наблюдение что человек начинает понимать раньше чем говорит ну то есть это мы видим на детях мы можем это видеть на тех кто изучает английский допустим язык что понимать можно раньше чем говорить на английском языке поэтому значит для меня очень важно проговорить свое собственное понимание в том безопасном месте который которым является семена и соответственно я считаю важным это и продолжают пожалуйста ваш вопрос знаете если слишком просто как ручья да если вопрос слишком просто это можно наверное не отвечать но все-таки у вас одно из центральных положений мир устроен как мысли деятельности затем отвечая на него вопрос вы говорите что когда мы работаем с людьми возникает мысли деятельности что же тогда такого с вашей точки зрения мысли деятельности что такое нет и второй вопрос вы сказали что соответственно технология мышления когда все не что-то делать потом они возвращаются в действие какой технологии говорить о том как вы с ними с этими людьми работаете или каким образом каким образом у них развивается мышление в связи с каким-то влиянием вот с работы эти группы значит как я с ними работу или как у них развивается мышление технологии на отношении я думаю что к этим двум вещам то есть я хочу сказать что это не искусство то есть это не специальным образом какие-то мои действия то есть это тот процесс который можно наблюдать и технологизировать в принципе чем московский металлогический кружок на протяжении этих в общем десятков лет и занимается первый вопрос был как ты понимаешь мысли деятельность а потом коллега тут обнаружил то что выглядит каким-то противоречием если меру уже устроен как мысли деятельность но что значит что то и и запускаем хорошо хороший очень вопрос но я хотел как раз о нем под вторым пунктом своего доклада и так отвечает в том смысле что намечать значит ответ на этот вопрос от отложенки вернусь чуть назад к тому что вы максим ждете от семинара а если вы хотите проговорить свое понимание значит нет что главное что вы от нас хотите чтобы мы и заткнулись и не мешали вам разговаривать да нет конечно а тогда что вы хотите от нас в связи с тем что у вас единственная цель проговорить свое понимание которое у вас сложилось меня свою значит моя цель организовать ваше понимать поэтому я принес значит не только свой текст который я собираюсь проговорить значит но и принес нет некоторые визуальные материалы чтобы вам удобнее его слушать значит и смотри такой дождя их вопросу зачем которые задавалась ты хочешь организовать наше понимание ведь я тоже стремлюсь и задавая вопрос зачем к этому же дайте я попробую как я не обижаться что ты не что понял что позволяйте проводить те игры которые тебе нравятся и вообще почувствовать легкость мыслях и сейчас нет максим сказал легкости я я же не без умышлений а значит шаг первое а второе у тебя есть две задачи с одной стороны просветительская то есть ты хочешь нам вот эту штуку того и обнаружено рассказать поскольку ну надеюсь что она тоже и и второе ну собственно говоря сама организация поскольку тебя проговариваешь там понимание как-то устаканивается при этом у тебя нет задачи изменять свое понимание и у тебя нет задачи работать с теми людьми которые почему-то не считают что твое понимание их осчастливит нет но первое все соответственно правило ты мне как модератора вообще в ситуацию просто если это все правильно так можно задать вам да скажем правил человек много деятельности было какие-то время сомнений проще отработал технологии теперь доволен и когда входит в игру и то что с людьми происходит и как они устраиваются в производство и вот это у меня получилось то есть было плохо и потом стал хорошим но может быть и действительно есть такие что-то к жене отпуслив всегда полка сяческой видеочувствие люди плохо себя чувствую а здесь хорошо если действительно это так отработано это здорово я не могу случить я сказал слушай про то есть вадим спрашивал как это связано с тем о чем я говорю я объяснил значит михаил сказал почему зачем ты об этом говоришь я говорю не могу не говорить да еще даже ну как бы не рефлексируют зачем верли они помогла сказал это способ самоорганизации значит и хочу поделиться опытом как мне кажется это поможет действительно практически каждому из тех кто готов значит понимать ограничиться если про самоопределение то же самое время докладчика понятно максим пойми тоже и нашу здесь ситуацию как слушатели например мое возможно ко мне кто-то присоединиться для меня важен тот вопрос который задает миша то есть вопрос с какими проблемами умышлений или с какими трудностями деятельности или с какими проектами можно и то и другое и третье связано то что вы нам собираетесь предложить поскольку я не верю в то что чья бы то ни было сколь угодно замечательная идея представляет для меня ценность если она не имеет никакого отношения к тому что я делаю ну мне для этого надо сказать такими проблемами может Михаил сталкивается в жизни потому что я наверняка сталкиваюсь с другими ну соответственно поскольку я сталкиваюсь с другими значит я даю в основном ответ на те вопросы которые меня беспокоят то есть я сталкиваюсь с воинами в мире с нежеланием людей в организации слушать друг другу максима как-то с войны встречаетесь если это не секрет слушайте ну давайте не будем обсуждать там мою личную жизнь и самое главное проблемами но я думаю что если вы захотите вы с этим столкнетесь каждый день по разному практику понимаем по разному понимаем эти проблемы услугу могут изложить из какого понятия проблемы я готов значит отвечать на любые вопросы по теме технологии потому что я не собираюсь обсуждать здесь свое персональное дело значит предлагает и сделать не смена и в нем и вода я соглашусь часть вопросов относительно того зачем именно ты именно эту тему я соответственно поддерживать позиции докладчика понятно понятно нет все вопросы были на уяснение позиции докладчика и отсюда нельзя сделать из этого разговора трудно сделать вывод что эта позиция понятно скорее максим не хотел бы чтобы это обсуждалось в этом смысле позиция в коммуникации понять позиция по отношению к работе с темой или пути или непонятно им и называть это личным делом или персональным делом по моему не следует мы не на пальце собрание я поддерживаю я полностью согласен дальше куда мы должны продать подход к работе с тем который ты выбираешь как нужно чтобы с этой темой работы вот это осталось не ясно не с точки зрения подозревания результата или про ноутбу не ясно но я ответил на это нет ну как нет я же сказал мне если несколько проектов я в этих проектах занимаюсь технология мышления в том числе сейчас этот семинар мне нужен для того чтобы попытаться описать собственные технологии и как они возможны для трансляции и стандартизации в чем вопрос первый раз ты этот текст первый раз прозвищенный текст на это против ответ который учит уже начинает признать уже самое я говорю вот люди потом послушаешь запись хорошо но мы сможем там говорим что ты сейчас то есть максим бы первый раз сказали что это вам нужен для трансляции посту мне тоже было надо умение смотреть на ком месте так совсем попросту вы простите коллеги сейчас я просто туда вы сказали что у вас с тем чтобы делать никаких проблем с этими играми вам все легко там возникает вопрос вам зачем технология нужна когда вы уже на своем искусстве на том что вы поняли уже все это прекрасно делаете собственно говоря умение до умения возникло в этом месте если вы говорите что да вы там все делать очень здорово сейчас перед вами стала задача трансляции стандартизации понятно чуть-чуть абстрактно то есть смотрите максим я же все время проверяю один единственный вопрос это вопрос о том а вы готовы вот здесь принимать критику неожиданно для вас вопрос думает так как если бы что для вас осталось непонятно или же вы просто вот свое понимание что донесли и хотите только его индексинировать да как-то когда нам передать я конечно хочу как-то передать при этом у меня нету никаких иллюзий в том что это очень тяжело порой невероятно это вытекает именно и схемы наследить то есть не там из какой другой дисциплины это извлечь невозможно существующий предмет то есть на схеме наследительность это на весу еще физики все по очереди пожалуйста максиму не вы начали с темы семинара технологии мышления дальше разбили как бы вот техном решение на 2 ходячка понятия шепотик на лучшее мышление и технологии вроде определили как стандартное предписание для какой-то деятельности получаем продукт по стандарт стандартных описаний а теперь по поводу мышления нет ну вы пытались там как то что это блин ах или во мне нет понятия ниже не как-то меня пока почему это у вас пока нет нет вы не знали до вы не знали до вы не знали до вы не понимаете а мы шли мера в том что я прошу прощить значит вы и ну как у меня здесь не стандартные предписания а как ну то есть стандартные предписания насколько что инструкции да а стандартные как раз это не точное выполнение по предписанию что там написано вот стандартные отклонения карается рачковая законом и сейчас нет на нет ну европе стандартные лучшие практики которую вы можете можете действовать сами у вас просто получится хуже но это не инструкция не предписать может действовать по-другому больше ну вас хуже пара сила я сложнее вам будет и тогда здесь мы вляпываемся вопрос о содержание стандартные о форме его существования в разных там деятельности коммуникативных полях на этом придется возвращаться на в как положили так у вас сняться я бы просто в маленькую лимарку сделал что как мне кажется есть некая параллель или мы можем увидеть некую параллель между твоим представлением о мышлении технологии тем способом взаимодействия здесь в итоге которая существует если это так если это такой тип коммуникации которые ты практикуешь своей работе то вот мне было бы интересно потом в результате разговора понять насколько то что ты делаешь сейчас демонстрирую как мне кажется свою версию понимание технологии мышления как-то связано с тем что ты делаешь там на играх и какую собственно практическую задачу ты же сейчас сейчас ты сказал то есть я слышу то просто я расслаблену сознанием это это не доклад это пытка значит в этом ты расслабился да хорошо значит я надеюсь больше вопросов не будет то есть коммуникация которая сейчас она здорово отличается от тех технологий которые я использую от той организации коммуникации которые есть то есть если бы например я организовывал коммуникацию конечно я бы пошел с того чтобы я сначала бы поискал проблему у людей то есть дал бы им высказать по поводу того а их тему вообще технологии мышления зачем сюда привела и уже потом бы на этом строил бы свой доклад чтобы мне было ну легко и просто то есть не такой так бы я обязательно проделал попросил бы всех представиться спросил бы кто чем занимается рассказал бы о себе чтобы это не было похоже на то что я вам сейчас всем рассказываю значит а вы чем занимаетесь непонятно из какой сами позиции мне эти вопросы задаете мне тоже в общем не очень какая практика вас волнует но вынужден отвечать потому что нахожу стандартах семинара максимум наиболее активных попрошающих вы знаете включает кто чем занимается так что но нет конечно же то есть вы не зачем заниматься то есть я там предполагаю но может это мне расскажут совершенно другое я своих проблем известные не значит подружая играть по правилам этой площадке ничего не поделаешь я говорю пытка я надеюсь по первому вопросу может быть в принципе в общем то потому что технологии ни одного вопроса не прозвучал во вторых зная правила этой площадке вы должны были учитывать что первый куст вопросов весь относительно самоопределение докладчика и возможно некоторые стратегии то есть стратегии доклада и ожидания это стандартный набор вопрос вначале так что тут некоторые стандартные тоже имеются так максим загвоздья вы по-прежнему хотите задать вопрос если да то давайте у меня включена да Да, нет. Да, Максим, спасибо большое. Вы нашли точное слово. Действительно, такое впечатление создалось. Спасибо. Но это не вопрос, ведь, Максим? Это не вопрос. Это помощь зала. Я, наверное, да, понимаю. Но дело в том, что я, Максим, достаиваю на том, что коммуникация состоит из двух взаимных стрелок. То есть сначала я занимаюсь трансляцией, потом мне занимаются трансляцией. Да, я слушаю внимательно. Ну, да, у нас разные, не только понятные проблемы, но и понятные коммуникации. Что, нормально? Ну что, пойдем дальше. Значит, ну поскольку я как бы не делаю сейчас доклад, а рассказываю про план доклада, то есть я говорю, что в теме технологии мышления следующим пунктом, который надо бы обсудить, это само мышление. То есть... Максим, простите, вы меня... Это вопрос не от меня лично, а от моего места. Вы меня очень озадачили. Значит, вы сейчас еще не делаете доклад, а рассказываете план. Ну, конечно. По сути дела, то есть я говорю, есть три вещи, которые я хотел бы сегодня обсудить. Технологии, мышления и все вместе. Значит, про технологии я так быстро рассказывал, что меня волнует. Значит, про мышление рассказывать надо долго, да? Но я намечаю, что это мышление я представляю как мыследеятельность. Значит, и говорю о том, что и само понятие мышления, которое существует в существующей вообще парадигме, нужно тоже обсуждать, каким образом оно вообще складывается в понятии мыследеятельности. И меня проблематизирует тот вопрос, что, во-первых, существует точка зрения на мышление, как то, как человек мыслит и является свободным он своим мышлением, то есть у него есть воля для мышления, и мыслит он самостоятельно. И, в общем-то, эта позиция, она появилась. Я думаю, ну, не так давно, во всяком случае, я ее прослеживаю с Фомы Аквина. Когда он себе задает вопрос, а это Бог берет ложку или человек сам берет ложку? То есть у человека у самого появляется эта мысль взять ложку, да? Значит, или все-таки это мыслящая материя, которая такой, он, значит, пишет про универсальный разум. Это 13-й век. Соответственно, все, что было до этого, на мой взгляд, ну, там, частично заходило, конечно, в свободу мышления. Универсальная материя, мыслящая материя, которая управляет людьми, и, в общем-то, это представление, конечно, отразилось у древних людей, а затем у, так скажем, наших предков, представление о том, что есть Бог, Боги, и, по сути дела, в представлении об универсальном разуме и так далее. Значит, я думаю, что то, о чем я говорю, выражено на схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Ну, последние мысли. Не про свободного мыслящего человека, а последние мысли. То есть, если, ну, мы можем открыть, да, то есть, это... В смысле мысли о том, что есть Боги, выражена на схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Слушайте, я никого не боюсь. Особенно у вас. Ну, в смысле, присутствующих здесь. Это я понимаю, но мысль-то должна быть... Аккуратно, чтобы бояться. Аккуратнее, аккуратнее, я, к сожалению, сказать не могу. То есть, значит, я хочу сказать, что вот на схеме мысли, значит, воспроизводства деятельности и трансляции культуры у нас есть такие простые блок-схемы, то есть, простые блоки, в которых написано культура, нормы, образцы и талоны, которые, значит, у нас проявляются в конкретных ситуациях. Значит, я думаю, что вот эта схема замещает знаковые формы представления о мыслящей матери. То есть, в каких-то представлениях более древних так выглядят боги. Значит, в более поздних представлениях это универсальный разум, чистое мышление и так далее. То есть, то, о чем пишут, по сути дела, все философы на протяжении двух с половиной тысяч лет. Я к этому месту готов принять вопрос. Почему мое утверждение, например, не похоже на схему воспроизводства деятельности и трансляции культуры? Можно? Удачи, не было по ходу. То есть, это же был вопрос, была сначала о том, что излагаешь план. Да. Это все изложение плана, и это уже пошло в доклад. Ну, я думаю, что это я зашел в доклад, конечно. А еще какие куски? Значит, еще есть третий кусок, то есть, а как это связано между собой? То есть, вообще, что мы можем считать мышлением, в том смысле, что, а какое вообще представление у нас есть, а что должно быть в результате того, как если бы мы эти технологии уже имели, и что бы из этого всего мы могли бы сделать. То есть, технологии сейчас, а мышление, а потом, как ты говорил, про связь. Это из этих кусочек. Максим, я не стану спрашивать, почему ваше представление о схеме с производства, деятельности и трансляции культуры, то есть, в общем-то, некоторая базовая стандартная схема, так не похоже на то, что заложено в нашей семинарской культуре. Вопрос, почему, мне вообще кажется неинтересным. Мне интересен вопрос, зачем? Кстати, он снимает всякую тень упрек, на то, что это не похоже. Очень хороший вопрос, Вера Леонидовна, потому что, мне кажется, то есть, это вот такое уже докладное утверждение, что схемы московского методологического кружка позволяют описать все процессы мышления, которые происходят. То есть, и вот этот вот кусочек с блоками нам показывает, что существует мышление вне нас, что оно транслируется и воспроизводится веками и позволяет нам создать динамическую схему мышления. Есть ли еще вопросы? Я ответ получаю. То есть, использование схемы воспроизводства деятельности на расцветку культуры по отношению к мышлению вам нужно для того, чтобы как-то изобразить тезис, что мышление существует вне нас и вообще имеет другие циклы жизни, чем жизнь отдельного человека. Ну, отдельного человека или там даже отдельного... Ну, это как бы направление мысли понятное. Но при этом, что остается в нем непонятно, это как при этом вводится соотношение мышления и деятельности. А здесь его нет. Это же базовая схема деятельности. Кроме деятельности, это ваше точка зрения, что его нет. А у Максима может быть точка зрения, что оно все равно есть в каком-то другом виде еще. Потому что если мысль очень простая, что для того, чтобы быть объективировано вне положено психике, мышление должно становиться не мышлением, а деятельностью, если это старая мысль звучит, тогда все понятно. Но тогда мы эту оппозицию мышления и деятельности берем следующим образом, что если деятельность, то уже не мышление. Почему? Ну, утирнула оппозицию психики. Это старая позиция деятельностного и как антипсихологического. Ну, и что ты думаешь? Ну, и в этом смысле... Это уже снято. Понимаете, и в этом смысле привета от Виталия Яковлевича в том, что всякие разговоры о мышлении это так, хвосты от каких-то там что-то. Ну, то есть, что правильный подход к мышлению представить его как деятельность. Фактически сейчас ситуация дольше. Потому что Максим хочет сохранить мыследеятельностный как бы заход, поэтому а он не состоит в том, чтобы вернуться к деятельности по Дубровскому. Это тогда был бы уход от этого захода в эту область. Поэтому нужно сохранить как бы оба понятия и мышления и деятельности. Понятие деятельности важно. Почему? Потому что эта схема, которая все-таки рисовалась как схема того, что есть деятельность в первую очередь. То есть, оно понятие деятельности фиксирует. Она создает в неположенной психике отдельных людей вот это субстанциональное движение воспроизводство, которое есть деятельность. Вот в этом смысле хотел как бы важность этого понятия в этом как бы аспект звучит. Но когда мы хотим, чтобы нечто подобное происходило с мышлением, ну то есть такая схема была. Я говорю аккуратнее, нечто подобное, потому что здесь хочу пойти в позицию трое понять. Речь идет о том, что мышление должно перестать быть мышлением и стать деятельностью. Это один вариант же такого вопроса. А как ты тут расспешаешь в этом понятии? Я считаю, что эта схема относится к деятельности. Конечно, да? Ну тут... Ну тут... Ну тут... Ну, это понятие деятельности. Да, но поскольку я знаю, что нет никакой деятельности отдельной, то я понимаю, что схема нарисовывал. Но подожди, но где мышление здесь тогда? Где коммуникация? Так, Максим, Максим, в том-то все и дело. Как только ты удерживая в смысловом плане вот все это месиво мысля-деятельности, применяешь к этому формочку понятие деятельности, то я ничего не стою. Да, кто честно и отзарается. Мне здесь написано культура, социальная ситуация. Да, то есть если вы в культуре относитесь только деятельность, но это проблема те, кто такой интерпретирует. Максим, извините, этой схемы заодно понятие деятельности. Да, вопросов нет. Ну, пожалуйста, почему я не могу ее использовать для определения, вернее, не могу ее использовать для того, чтобы показать, что мыследеятельность существует вне психики. Ну, то есть пользует тем, языком, которым разговаривает Михаил Ларгат. Это показал, но это вещь старая в этом смысле, мы ее все принимаем. Конечно. Дальше. То есть для этого достаточно схемы деятельности. Да, действительно. А дальше вопрос ниши, который, как я понимаю, заключается в том, что если у нас есть одно единственное понятие деятельности, а противостоит ему вот это вот некоторое смысловое там, неизвестно чего, мы не можем науле понятия, то есть мыслительно обсуждать связь мыслей и мышлений и деятельности. В этой шторке я полностью согласен принимаю. То есть в этом смысле нужна какая-то другая схема, в которой было бы описано мышление. Ну, видимо, наверное, то есть это должна быть детализация схемы воспроизводства деятельности и трансляции культуры. Потому что это схема деятельности. но прошу детализация в смысле внесения в нее существенных модификаций. наверное, то есть а сейчас мне схемы достаточно для того, чтобы крупно сказать, что мышление существует вне социальных ситуаций и если мы даже оперируем понятием деятельности, то по сути делу на этой схеме идет процесс передачи культуры, норму простов эталон и в принципе если мы говорим в том числе о стандартах, то это процесс передачи стандартов мы так предполагаем, что это безмышление этот процесс и невозможен вообще. То есть для меня это в такие подробности сейчас сдаваться не нужно, потому что я хочу зафиксировать, что если есть схема воспроизводства деятельности, я просто хочу сказать, что мысли передают скорее все по такой же схеме. привет, репоч нормально, а Миша, никакая детализация понятия деятельности не позволит положить понятие мы в отличие от понятия деятельности. вопрос логически ну верно они то есть я же предлагаю на этом остановиться я же говорю что это простая блок схема и говорю что это вот тогда когда она была написана она по сути дела заложила в себе вот возможность таким образом интерпретировать понятие мышления понятие деятельности и собственно да и понятие коммуникации тоже происходит по этой схеме то есть вне социальных ситуаций можно выключить да не надо на два раза щелкнуть сверху вообще вообще у нас включился да отключился еще да из-за шума тут можно было бы если бы Максиму ну если Максиму вы не против можно было бы подробнее обсуждать этот фрагмент но я по его поведенческим муляциям Максима считываю что мы куда-то не туда пошли на его взгляд да нет предлагает закрыть этот макси вроде бы сказал что и день что для него важно это вот это оппозиция потока культуры и индивидуальных человеческих ситуаций жизнь сознания пожалуйста в этом смысле это общее место которое наверное как принадлежащие к традиции мангл европейского рационализма обсуждали да это общее место пошли дальше секунду хочу сказать что мы при этом значит вводя такую схему не снимаем вопрос с какого места человеческого круга начинает свою деятельность требовала так что на эту схему просто поставить место может быть не может сам вопрос пояснить в чем вопрос ну если мы знаем что день воспроизводится такими вот квадратиками праздник деятельности квадратиками воспроизводится на пространстве всей схемы то есть вот этим хорошо нормы образцы эталон и сидят квадратик норм образцы и талоны транслируются на этом уровне абстракции они не сидят квадратик одна из форм существования как известно схема фиксирует вот вопрос вера когда возник первую тогда возникла первая норма первые талоны первый стандарт того что транслирует вообще в каком-то сайте высоту происхождение высоту разгража эта схема как известно не приспособлены прислушать вопрос о происхождении ну понятно что не приспособлен но если вы ее продолжите вы ее будете продолжать до какого смысла это мой вопрос максим для вопроса происхождения нужно отказаться от этой схемы они продолжать и почему можно ставить другие схемы то что миша сказал схема ну как нет ты не больше вместо молотка использовать не знаю швейный ну понятно что не могу но как за это средство подождите секунду ну давайте посмотрим она на чем написано то есть вот эти линии они же у нас не написано в пространстве то есть мы же не говорим о том что мы пространстве передаем нормы эталонные образцы хотя конечно мы их коммуникации передали историческом времени до историческом времени это схема нарисован соль и первая схема нарисована доски господа не натурализируется трансе доски не очень на каком фоне что пара сяги да а дальше миша давай уж аккуратно схема нарисован на доске мы осуществляем отнесение ее к реальности график графическая форма действительно фиксируется как ты говоришь листочки бумаги доски там и так далее но мы про схему говорили они только не есть территории как я спрашиваю на какой территории вообще-то имелось ввиду что будет на доске нарисована это кажется сейчас соли на территории карты нарисовки это территория это отдельно они мы понимаем что и incredibly про теряет ой про территорию про территорию какие еще есть карты для того что в ательтерии схватывает если вы со даетесь на карт у нас нет возможности склеить карту территорию но подождите смотрите есть территорию то есть пространство территория земного шара придется есть история да есть история то есть мы вот эту схему для чего рисовать для истории или для территории кто первое мы кто повторю чтобы называешь территории земной шар да я же всю реальность земной шар давай тогда ты вышел за пределами метафоры почему но можно всю реальность территория пожалуйста мы расскажем что вселенную так легче будет нет но я тоже думаю что нет поэтому даже ты поясняешь этот вопрос вопрос какой то есть нет я услышал этот вопрос у вас нет мы мы тебе задали мы у меня с просьбой было пояснить вопрос который ты начал обсуждать с какого места человеческого уровня начинается деятельность вот такую формулу речевую сказал давай теперь я пробуем переварить отлично значит я утверждаю что схема воспроизводства деятельности трансляции культуры нарисована на время то есть на истории и переходы вот эти вот но образцов и талонов они имеют отношение к времени то есть ну конечно пространство тоже потому что там мы можем взять чужие стандарты будучи в россии мы можем взять их из сша таким образом конечно тоже вот нам эти стандарты передадутся но вообще-то речь идет здесь о поколениях которые передают норм образцы и стандарт и и вопрос с какого круга с какого места значит человеческого круга начинает свою деятельность природа то есть имеется в виду а когда возникли эти первые талоны и стандарты и почему они передаются вот таким образом постоянно во время вот этими квадратиками не отборно от маленького квадратика например в большом плане а ровными квадратиками передать я думаю что это вопрос находится за пределами тема 7 мы собрались технологии мышления давайте по теме потому что вопрос антропогенеза он требует отдельного заседания почему такого не человеческого круга человеческого квадрата потому что я отвечаю серьезно теперь значит почему нам туда надо залезть начало человеческого круга зачем они почему ну зачем вопрос бессмысленно зачем да зачем нам туда нужно залить потому что если мы пришли на завод описывают бизнес-процессы в последнем цехе то в общем мы опишем бизнес-процессы в последнем цехе как править голландцы про которых рассказывала ли а если мы хотим понять что там на заводе происходит нам надо пройтись по всем цехам которые были до последнего цеха но я и я в общем считаю что нам конечно же нужно ответить на вопрос с какого места человеческого круга начинает свою деятельность мышления то есть когда она возникла ну понятно что там не сегодня мы ответим на вопрос но нам это нужно для описания технологий то есть а что происходит такого в истории мира в эволюции что мышление имеет место быть вообще ну то есть я его поставил ну в смысле вопрос это как бы дискуссии может может быть но собственно если он понятен то там просто у тебя была оговорка создавшая массу месяц сначала мне слово мышление сказал слов природа там написано еще и на месяц я сказал жульен апрель голометри для может быть имел что-то и ну и джон как раз и в виду мышление там можно посмотреть в этой работе человек машины технический вопрос можно вот здесь нарисована схема куда это как а культура и значит она обозначается прямоугольничками когда приборничками а внизу деятельность это и кружочками обозначена так и то и другое не так но в этом смысле максим использую стандартную схему учить матчасть так нет я тоже помню стандартную где схема была деятельность была право гульчук назначена культура кружочками сверху а здесь все переставлено иначе и и селочек это воспроизводство деятельности нет вообще не нарисовано я думаю она не так неверно интерпретировано как бы а вот как а вот как это пройдет смотреть здесь непонятно что мы создали господинцы на же внизу написано подписано что это деятельность не социальная ситуация по не прорисованные внизу ангелы культуры норма образцы это вон они не нарисованы тогда если внизу только ситуации можно перерисовать но как бы самая я готов послушать вашу версию как она должна быть схема но я вот пользуюсь вот этой то есть не знаю вроде кажется она вот как она становится прямоугольнички это прямой со стрелочками трансляция нормы стандартная графика и их воспроизводство в ситуациях стрелочка на из-за свиньи с деятельностью как лицами но это может быть вы на улице тоже есть воспроизводство и стрелочка не обозначена ну я просто семинар помню эту схему попросить давайте лучше семинара какая разница просто у кружочек если эта деятельность до обозначен то что запустили лачки от одной в другую к нас производящие семья чему но и наш вас производим она же разная простите у вас разное понимание схема мы будем держать стол который предложил докладчик я думаю неадекватно там уже замечать я принял ваше значение готов его обсудить то есть какая схема должна быть вместо это и так далее у меня в организационной да есть предложение всегда тот тезис который тебе максим который не проходной главный важен его выделить ну что ты последовательно говоришь тезисы потом говоришь ну не будем про них говорить не но не будет баррик вы ли я и я хотел бы понять а что тогда собственно из чем тот который важен и который надо говорить тезис как раз том о чем ты сказал что мышление отделена психического моего и если ему его так оформляет сейчас прости максимум но это не тыс это будет действительно общее место ну хорошо а вроде как ты сделал заявку на то что ты какую-то интересную штуку 30 игроку первую страницу миша спрашивает более глобально я просил чтобы резюмировать вот эту эту часть значит а что значит только здесь нет тех кто утверждает что мышление рождается человек нет не свободно поехали дальше точно мы сейчас резюмировали первое смысловой блок нет греблика появилась связи с тем что нет вопрос был комментарий вижу ли они даже это вообще место но это на ее совесть потому что некоторые до общих мест доходят хорошо это такое я предполагаю что боль больница должна удержаться я тратила страна или нет может быть я девушечку и послушаем последние кто просто чтобы понимать что все значит смотрите дальше я в своих зарисовках поскольку я считаю что это важно для зарисовывать технологии начиная с первого момента их возникновения говорю о том что мне вообще важно это соединить со схемой шага развития в общем ища в истории как воспроизводится деятельность я вдруг понял что по сути дела вот это представление о том что мысли где видимость воспроизводится равными квадратиками представление о том что мысли деятельность воспроизводится равными квадратиками и ниоткуда не берется существовало в работах мыслителей достаточно долго то есть например Марк Аверлин такой римский интератор был он писал что разумная душа обнимает весь мир и в ней отражается весь мир она проникает в вечность и видит как все внешне изменяется и возобновляется из той же материи так что разумный человек проживший лет 40 видел все что было есть и будет то есть они даже не допускали что мир может развиваться считалось что происходит воспроизводство деятельности и трансляции культуры буквально причем Платон считал что еще как бы все и ухудшается и он живет в последнем значит на последней итерации вот этого движения природы культуры материи вот этой мыслящей ну а человеку естественно ничего не зависит и только ну вот как я это сейчас вижу в истории значит блаженный аврель и августин пишет что ход истории вообще-то будет успешно завершен то есть будет лучше чем сейчас он это обосновывает в своей работе град божий значит и пишет о том что конечно град земной может испытывать потрясение но град божий постепенно развивается значит и ну в общем после этого проходит почти полтора почти там 1200 лет после чего французский адвокат Жан Боден пишет что природа это неочерпаемая сокровищница что он только начинает наблюдать что есть в этом вообще процессе развития такое и только в 737 году Абат Сен-Пьер говорит высказывает идею о прогрессирующей истории цивилизации то есть по сути дела вот отвечая на вопрос Владимир Юрьевич который он наметил что происходит в это время с ситуациями то есть ситуации в которых воспроизводится мышление и деятельность они вообще-то разные и они имеют вектор развития в этом тезис и это дает мне возможность вот на этой картинке на второй странице соединить эти ситуации стрелочкой нижней показывая что эти ситуации разве развивающиеся то есть в них идет процесс естественного развития то есть это не те стрелочки которые должны быть соединены прямой стрелкой как говорит Владимир Фёдорович а должны быть соединены той стрелкой которая у нас на схеме шага развития этот такт я закончил весь доклад нет, не такт закончил ну почему второй вот просто закончил такт ну потому что перед этим был еще один такт значит есть ли к этому такт вопрос можно до конца заслушать давайте до конца значит этот же Аббат Сен-Пьер в своей работе замечает принцип неравномерного развития мыслящих коллективов и утверждает что если бы мы представляли человечество как состоящее из культуры разных возрастов то можно сделать предположение что есть шаг развития который одна культура прошла за десять тысяч лет а другая может пройти за стол то есть условно говоря если мы будем перерисовывать схему воспроизводства деятельности и трансляции культуры то мы можем несколько вот этих квадратиков пропустить и увидеть что они могут соединиться стрелочкой в одном как бы народе быстрее а в другом медленнее и таким образом получается что Аббат Сен-Пьер сформулировал идею развития то есть то что человечество проходит за десять тысяч лет какой-то народ может пройти короче то есть и здесь мы можем нарисовать стрелочку искусственного развития понять а почему он проходит короче и попытаться вот в эту стрелочку как раз впихнуть какие-то технологии которые мы можем пронаблюдать почему у одного народа бывает быстрее а у другого нет значит отсюда возникает представление о возможном шаге развития то есть я здесь рисую иллюстрацию а как вообще на странице 3 выглядит схема развития если ее рисовать на истории в принципе нам для этого технологии то и нужны чтобы по сути дела ускорять развитие мыслящих коллективов ну может быть не таких больших как страна хотя и в общем и для страны то неплохо это обсудить но во всяком случае для коллектива из 500 человек или там из двух с половиной тысяч это достаточно актуально значит со схемой шага развития со схемы воспроизводства деятельности я здесь заканчиваю и возвращаюсь к идее свободной воли и говорю о том что параллельно вообще существует представление о мышлении как о свободной воле и я уже упоминал по-моему аквинского и я думаю что все все это все это направление мысли про свободу и про возможность человеком совершать собственные действия они заключены в схему акта деятельности она конечно существует отдельно от схемы воспроизводства деятельности трансляции культуры и в этой схеме акта деятельности уже заложена сама схема мыслей деятельности то есть по сути делают я готов там это рисовать но не буду этого делать и как бы я показываю что вот на пятой странице что внутри социальных ситуаций вообще-то есть эта позиция которая имеет свободную волю и таким образом в принципе эти две схемы они соединены вообще-то между собой только каким образом то есть насколько человек волен в своей мысле деятельности или все-таки в общем мысле деятельность движет нами по сути дела как используя там функцию нашего собственно конечно мне очень интересно и это ли не то то есть в данный данном случае вот сейчас как бы на следующем такте я сам формирую оппозиции вера леонид я говорю что конечно же человек свободен в своей мысле деятельности тоже значит и я думаю что одним из первых вот заметил это лометри как раз который пишет чем самом деле был человек для изобретения слов и знаний языка слова языки законы науки искусства появлялись только постепенно только с их помощь с их помощью отшлифовывался необделанный алмаз нашего ума как мы видим нет ничего проще все сводится к звукам или к словам которые из уст одного через посредство ушей другого попадают в мозг который одновременно с этим воспринимает глаза очертания объектов произвольными знаками которых являются эти слова лометри говорит о замещении знаками тех объектов которые видят человек первые смертные попытались выразить свои новые чувства непроизвольными звуками это развивал ум использовался для приобретения знаний таким образом мозг наполнился представлениями для восприятия которых его создала природа он пишет одно приходил на помощь другому и по мере роста и в небольших зачетках все предметы во вселенной стали видны как на ладони то есть по сути дела у лометри описывает немножко в динамику но на самом деле первую ситуацию когда зарождается мышление значит и я думаю что в принципе без схемы уложить 2 этих представления о мышлении на одну доску в принципе невозможно поэтому эти два представления вообще в истории мышления ну и философской мысли существовали как оппозиция то есть невозможно было определить человек сам болен или по сути дела умышлению существует вне человек не психи дальше можно открыть такой вот разворачивающийся листочек я думаю что вот как раз вот эта схема может передавать понятие мысли деятельность ну и само понятие мышление то есть мы видим как до верхней часть то есть так по сути дела вот то о чем пишет метри то что мы знаем движется деятельность то есть понимание там каких-то видимых феноменов видимых глазу предметов к коммуникации сначала по поводу того что видит глаз значит потом к формированию объектов общих потом назад в деятельность потом значит я думаю что на следующем шаге это превращается в говорении об этих объектов и так далее ну по сути дела коммуникация такая рождает общее представление о мире соответственно рождает онтологию и дальше эти представления о мире движутся сами по себе по сути дела превращаясь ну в такую мыслящую материю которая управляет людьми ну то есть там на каком-то этапе она такая мыслящая материя такая антология о мире которая возникала коммуникации создает свою школу там воспроизводится и тогда приводит к появлению позиции в общем достаточно сложно изложить мне кажется там схеме об этом ну так абстрактно можно хотя бы заявить я уж не знаю как добиться там понимание того чем я думаю что в общем схема видна ее потом можно обсуждать в общем для того чтобы положить эту схему до которая там на отдельный вот это разворачивающиеся страницы я собственно и вводил это так то я назвал мышки то есть это вот вторая часть моя закончена еще будет будет а скажи вот этот 7-летний и 7-летний цикл игр это твоих игр или что это за игры чем я вот эту не обсуждал об этом до этого еще дай на все по множеству вопрос а у меня вот такой вопрос по поводу этой схемы и ссылки на полометре я посмотрел на первой странице 1751 год как правильно я понимаю но в это же период было сформировано его видение вот этого который ты ссылаешь ну то есть потом в 1737 я просто на понимание правильный я понимаю что здесь это подсупь я думаю внутри нет ну здесь после последней странице 5 и идет ссылка вот на эту схему воспроизводства а вот того что ты будешь исторической реконструкции заканчивается воспроизводством и вот после тысячи семьсот пятьдесят первого года ничего не было вот это как это вот то есть я правильно понимаю что это вот конечная точка того на чем ты остановился и в этом своих исторических исследованиях дать и дальше уже не продвигался либо это все то что ты дальше посмотрел и ты видишь только воспроизводственный процесс каламе 3 вот то есть к этому 1751 год контур этой схемы мыследеятельности наметился и георгий петрович и московский экологический кружок то о чем говорил уме 3 300 лет назад зарисовал и в этом самое главное дело московского металлогического кружка то что они предложили схемы к тому о чем говорим то есть вот после того как московский металлогический кружок дал схему схемы теперь можно процесс мыследеятельности зарисовывать то есть точно так же как ну там в тысячи там девятьсот там двенадцатом или каком-то значит какой-то поля предложил схемы индикатора он был первый и после этого этот индикатор стал использоваться для того чтобы изобразить бизнес-процесс то есть вот до этого никто и бизнес-процесса стрелками не изображал и если например в четырнадцатом веке показать схемы бизнес-процессов или например там схемы которые используются в электрических схемах люди бы не поняли вообще как можно схемами обозначать какие-то там процесс того что они делают и я сейчас утверждаю что московский металлогический кружок предложил схемы в которых можно говорить о мышлении там мыслить большими историческими циклами или маленькими историческими циклами говорить о развитии подразумевая только нижнюю стрелку вот нижняя стрелка это значит одна ситуация другая ситуация между ними развития или например верхнюю стрелку то есть здесь мы обсуждаем управление ситуации вообще если можно обсуждать то есть смотрим в историческом периоде кто занимался управление когда получается вот смотри если стрелки у нас развитие последний круг как я понимаю максим задает идею воспроизводства как такой стержневой процесс вообще всей человеческой цивилизации в этом смысле там не оправдан стоять вопрос когда прямо спросу заканчивать когда у нас появляется тот который нельзя описать в этой схеме ну просто так положил что никогда пока существует то есть соответственно вот мне было важно здесь указать движение на этой схеме стрелками то есть показать что вот именно так мыслей деятельность и двигается в пространстве время ну не знаю дальше я конечно жду наверное вопрос а я с нетерпением когда ты перейдешь к теме технологии я знаю все таки задам есть вопросы к этому этапу того о чем я рассказывал можно один короткий дающий вы когда цитировали партнер на верность развитие мыслящих летел что является критериям оценки мыслящих уйти ну и собственно ничего коллектив и ну как оценки что нам на душу просите не не поняли вопрос идея неравномерности предполагает что есть мера а а то есть кто в чем мера чем разве понятно ну вот аббат сам пьер когда об этом рассуждал он говорил что вот посмотреть на современное общество там допустим в европе и дикарей которые там живут там где-нибудь в африке то есть и он говорил о том что конечно они со временем станут такие же как мы то есть а если нет а если другие он говорил что такое невозможно то есть рано или поздно все повторяют в своем индивидуальном значит вот этом развитии весь филогенез который был в истории максим но вы понимаете сейчас какой неприятность в идеях этого аббата обнаружил саша европа-центрес например то есть ведь мы сейчас уже знаем что различные локусы на поверхность земного шара локуса человеческой цивилизации развиваются по-разному не повторяя пути развития друг друга не уверен то есть вы уверены что европа обязательно станет повторять путь развития китая ну просто его более молодец чем китай ну нет потому что я думаю что в китае существовали как раз коммуникационные разрывы ведь и он развивается вы считаете что китай повторит выходит движение хорошо это определенная антология спорить с этим трудно но понятно что легко не все с вами согласны даже здесь присутствующие ну только с вадим перемениваясь это же очень легко вообще посмотреть в историю по сути дела у нас сейчас есть возможность смотреть на историю всего земного шара максимум именно история всего земного шара показывает что народы не повторяют это вроде уже доказано хорошо на которые говорят об обратном во времена этого аббата еще можно было верить в то что все идут примерно одинаково вы поняли ответ на вопрос о мире фактически меры оказывать свою собственную историю и это мерка прикладывается ко всем чему на самом деле не понял потому что что есть история тогда если почему твою собственно условно говоря если китай являет собой интенсивный путь развития человечества то значит рано или поздно все будут жить как в китае на нынешнем атаке его существовало если все-таки следовать этому самому бату он то четко говорил что он свою собственную историю ну и для их времени это нормально свою собственную историю то есть история среди морской европейской цивилизации прикладывает к другим сейчас тем народом которые они стали открывать за счет колонизации исследовать да и сравнивая другие народы с этим своим путем как бы не рассуждаю о живых народах я говорю только о схеме которая существует об следе которые у нас существуют сновидца о том что все иmitene стандарта рано или поздно будут транслированы но все пространство за это время появятся новые их стандарты которые тоже будут достиг транслирован на все пространство и собственно ну как бы не волнует никого это европа центризм америка центризм или австралия центризм если австралия за счет более успешных технологий мышления вдруг удастся создать государство будущего справедливые с эффективной деятельностью то это быстро распространиться на весь земной шар только необходимо будет как-то организовать то что происходит в австралии или она случайным образом так организуется тогда тогда вопрос ведь остается который саша задавал вопроса ну он переформулировать как критерии эффективности ну то есть если мы делаем такое заключение что какие-то мыслительно коллектива развивать быстрее чем другие сразу возникает вопрос в чем мы измеряем скорость развития но это сейчас твои формулировки опять таки а тогда что значит эффективный стандарт в чем мы измеряем эффективность стандарта я вас да ну то есть вопрос точно не ко мне то есть сейчас из из нынешнего времени мы не увидим какие эффективные будут стандарты через там 100 или 200 лет но уже сейчас мы можем сказать что такие стандарты например как телевидение кисленность компьютеризация они в общем так распространяются на весь земной шар и другие культуры имеют догоняющие развитие по отношению к тем культурам у кого это возникло первое в чем есть неприятность если оказывать так как вы сейчас говорите что невозможно объективировать вот эти критерии эффективного развития объективность значит сделать их общезначенными и оторвать от отдельного времени места невозможно задать некую меру развития туда все разговоры о скорости развития и а различие этой скорости это просто идеологическая фишка сейчас прошу прощения у меня организм тонко у вас да я на серии мерзович сейчас я вас подключу я вас увидела но правда вы уже подходим к концу ой черт поберем что мерзович он мерзович он мерзович баба боевич побоже может дальше пойдем чтобы успеть не вопрос еще есть большую схему да сергей баба боевич подключили слышите нас хорошо хорошо так сейчас максим отвечает на мой вопрос пожалуйста но я бы здесь наверное использовал метафору человек сравнил бы народы с людьми вот какие у нас критерии отнестись потому что этот человек умнее другой группе знаете у разных людей разные в разных культурах разные ну соответственно народу точно так же то есть объективации нет но вы понимаете вот это утверждение что там ваня умнее коле она как правило имеет функцию действия ну наверно но может много наверно выводов но во всяком случае мы знаем точно что маленькие вырастут и будут похожи на умных людей а вы селима следующей части своего доклада когда будете рассказывать непосредственно технологиях решения говорить что те технологии которые применять и вы например какие другие они могут более успешно эффективно чем другие у меня собственно вот все технологии они основаны на диске на одиночестве для основы то есть для того чтобы быть успешным их деятельности люди должны выйти в коммуникацию увидеть те объекты которые видят другие из них я им в этом не помогаю вернуться с теми объектами которые и мы сказали в такой коммуникации в своих деятельность назад с этими объектами уже который которых они раньше не видели попробовать по попу а ново по организации в деятельности выйти снова в специально организованную коммуникацию поэтому потому что обычно они не выходят друг с другом в коммуникацию ну то есть в обычном производственном процессе понять куда продвинулись самые умные из них они им расскажут принять это или не принять провести рефлексии вернуться опять в день и такими интерациями двигаться до тех пор пока собственно не будет общепризнанно что этот коллектив продвинулся в своем развитии то есть стал похож на какое-нибудь хорошее успешное предприятие более успешное чем она была там например год или два назад можно так спросить вот скажем если социуме вроде бы стандарты проверяется конкуренции а вы как бы предлагаете что-то только объекте объективированное что как бы закатки так другие гуманны процессы не связаны с конкуренции с с войной там бизнес это вообще-то война если вот так пойти то в общем то можно как-то же михаил мигалки активы это услышали какие-то я принимаю вопрос я так его понял что пока я были стандарты проверяется жизнью народы проверяется жизни истории и тогда как бы предлагается некий такой искусственный ход который позволял объективировать эти процесс в чем-то в чем объективации меж максимально этого что никого нет 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 я то вот вот его действия я так понимаю по направленности до если этого нет тогда вы ничего нет нет я вас хорошо слышу конечно когда вы говорите что своими это война своих и прият человек он начинает менять тогда что-то там я понимаю и сегодня я буду начать для вас путь значит бизнес от войны так можно говорить в одной определенной антологии которая собственно достаточно юная по если ее брать в контексте истории человечества то есть так думали я думаю значит до где-нибудь там 14 15 века ну вообще если можно туда опустить понятие бизнес то есть вообще развитие мыслящих коллективов как войну между собой значит сейчас я понимаю что конкуренция который о которых о которых вы говорите и война не не может быть так проинтерпретирована сейчас мы можем более эффективные практики воспринимать не как противник а как шаг на то чтобы учиться и попробовать придумать что-то лучше чем противник то есть фигура оппозиционера должна восприниматься не для того чтобы его уничтожать а для того чтобы стать эффективным самому потому что если уничтожить кого-то в войне в принципе это означает только одно что на следующем шаге истории вырастет равновеликая фигура которая ну по сути дела все равно уничтожит неэффективную деятельность ну то есть сколько бы во им не вести все равно противники будут потому что они более эффективны когда труба получается но она вытекает из схемы то есть я ничего не предлагаю сам не сначала ну как я понимаю по друг другу будет вопрос вот как произнесенному до этого содержанию там я могла черновская понял но вот хотел спросить и правильно ли я понял что вы выразили там основную мысль что мышление благодаря свободной воли там чуть появляется в деятельности а потом из нее оформляется виде самостоятельный так сказать деятельности типа вот школы там антологии в культуру переносится и после этого существует на так да правильно да спасибо так пойдемте дальше последний да а теперь я в общем хотел поговорить о том а что вообще было бы если бы у нас были бы технологии мышления но вот если бы мы их выделили все написали и имели то есть все таки в чем был бы результат нашей работы то есть и как как я понимаю то есть мне кажется это вопрос опять-таки методе методологии значит ли вы помните что метод переводится как путь с греческого я прошу прощения максим я вообще думаю что если бы мы выделили описали и сумели примите технологии мышления то было бы вообще всем нам счастье мы пропустим про то как хорошо иметь технологии мышления а уж не конкретно бывает да ну подождите сейчас ну вот я хотел бы тогда поговорить давайте зачем я хотел поговорить о счастье в чем счастье то есть у меня вопрос какой то есть а если бы они у нас были то есть вот у нас было бы вот такая вот коробка мешочек наш технологии мышления то как бы мы поняли что они у нас есть то есть ну а вот я у вас прошу вы знаете ну мне если брать технологии в первом смысле мы различали прошлый раз технологии двух типов 1 и 2 если в первом смысле как такую четко организацию производственного процесса направлено получения некоторого интеллектуального продукта соответственно появилась бы возможность массовизировать получение этого продукта и получать его с приличными характеристиками да вот я как раз хочу спросить а еще технология втором смысле да а вот там все сложно вопрос к Владиму Марковичу если бы у нас были такие технологии мышления то скорее всего мышление в обществе стало не только существовать, но и развиваться ну отлично то есть я вот в первом смысле то есть и зачем да то есть как бы мы поняли что у нас они есть или да нет как понять что технологии то так это поставлены начала технологической линии да ну то есть как она да а дальше ну ну как понять что она есть независимо от отдельных особо талантливых мастеров которые неизвестно как приобрели свою мастерскую мудрость начинает получаться некоторые интеллектуальный продукт те которые соответствуют ну хорошо в общем я ну на самом деле ну так ответ не получил но мне есть вот такая своя версия что значит тот у кого есть такие технологии того мы называли мыслящим человеком то мудрым то есть то значит что он имеет ему позволяет вести деятельность эффективно всегда значит он я про него скажу что он знает все было что есть и что будет и у него как бы есть такой ну по сути дела ящик который вот на какой бы ему вопрос бы не задали он вытаскивал значит этот ящик доставал бы какую-то условно говоря карточку давал бы на него ответ и у него получалось все дешевле быстрее проще значит лучше чем у других какая жуть человек знает все и на каждый вопрос может засунуть ящик я так понимаю что тот у кого есть карту прошлого настоящего и на этом стрелочке закончились ты продаешь поскольку на этом история закончилась я держу свободная воля то есть всегда такие люди будут быстрее значит кто-то будет быстрее кто-то будет медленнее в общем все всегда будет разные тут в этом ничего ну такого абсолютного нет максим извините пожалуйста сергей бабочки отключить микрофон от вас идут мощные помехи больше не так поехали дальше значит вот собственно как бы мое представление о том как к чему мы должны прийти то есть к к такому набору технологий которые в общем имеет путь прошлом в настоящем и будущем имеет как так максимально ли я понял что у вас владение технологией это характеристика человека вы употребляете там слова он мудрый тогда ну скорее может даже человечество у человека не в смысле какого-то конкретного да а человек будет большой это не очень понятно потому что смотреть некоторые характеристики которые вы назвали вроде бы нельзя отнести к коллективно распределённо мы скажем если этой технологии владеет группа то нет ни одного кто может засунуть руку в ящичек оттуда вытащить карточку ну можно и так не знаю но во всяком случае я в этом смысле хотел обсуждать не специфику какого-то конкретного коллектива да и там с распределёнными видами работ а хотел бы обсудить просто как цель то к чему прийти то есть ну может быть метафорически да и правильно ли я понимаю максим но я продолжаю сваление троехитство по поводу этого светлого образа правильно ли я понимаю что человек или группа имеющая технологии мышления проблематизировать невозможно ну что максимум мастер ну собственно я думаю что да спасибо за честность ко мне проблематизировать то возможно собственные вопросы эти будут решены они уже не возможно сколько ваш человек владеющих технологий знает настоящее будущее не прошлое и на любой вопрос какой-то коллектив может освоить эту технологию до такой степени потому что прошлое и настоящее будущее знать невозможно ну первое да или совершенно промах тогда это не технология по понятию технология это то что может быть реализовано во-вторых максимум и совершенно понятно что несмотря на то что божественное знание прошлое настоящее будущее человеку недоступно человек может иметь схему достаточно устойчиво которые им будет говорить в прошлом было вот это это у вас нарисовано настоящем 10 в будущем будет вот это тут тоже вот здесь нарисовано и в этом смысле вот вы на своем примере демонстрирует человек который знает прошлое настоящее будущее и которого проблематизировать невозможно это поскольку в ответ на каждом вопросе вы засунуть руку свой ящичек и нам показывать карточку ну спасибо я хочу реплику сказать вроде понятия совершенства но важно то про что максим рассуждал почему-то в языке эффективности успешности экономичности и так далее может обсуждаться может быть и должно обсуждаться если ну про эти схемы говорите скажем про холестом воспроизводства в который важным является понятие норма в языке совершенства потому что норма это некоторая вершина имеющая это качество не факт поскольку если мы предполагаем извини что перебила если мы полагаем что нормы могут как-то меняться история мы это предполагаем в отличие от платонских идей то есть будет совершен свойство платонской идеи а норма из теории деятельности это вроде как то что скорее соответствует эффективности экономичности очень много разной точки зрения в принципе это один момент то есть брендарь я понимаю что понятие нормы задаешь через понятие не делала и совершенства нет ну скажу на на смысле норма или он понятие норма но помните но для меня и этот момент себя взять на включает устремление к норме она в каком-то своем секторе градусе является устремлением к совершенству может быть она не исчерпывает этим да но если совершенства нет то я бы сказал так что и про норму в отличие от трафарета которому можно подражать или так повторять и так далее говорить не приходится кто-то может для себя принимать за образец чье-то поведение например в криминальном сообществе до подражает авторитету подражание и образцовость она реализуется но не исчерпывает этим понятие нормы но выходит еще и устремлюсь к совершенству я только это по понятию скажи еще на какой традиции осылаешься в этом понятии если мы стать и г.п. 65-го года точно не так я те могут старт показать ну так и думаю кажется ждал но по крайней мере я ссылку хочешь я в выступлении гене советского встречал это понятно традиция новая реплика вопрос нет это ну как бы реплика чтобы по-другому смысл как бы повернуть вот того что высказывал максим вот потому что хотелось чуть объемнее посмотреть но для меня концы с концами как бы не сошлись во всем хозяйстве потому что вроде бы ты вначале говорил что про технологии мышления в связи с рефлексии и стандартизации своей практике когда в конце уже говорил ну как бы провод этот критерий осуществление этой работы формирование этих технологий ничего про свою практику не было как бы а тем более про и рефлексию ну но поможем лишь секси тоже не так однозначно все некоторые заменяют рефлексию идеирование может быть функцию рефлексии ты выполнен в обход собой а вот то что не закончится а вот уже я не заявлял доклад как рефлексии в своей практике ну то есть поэтому если есть такая потребность то есть я с удовольствием на эту тему сделаю доклад или там дорогу и я не знаю что мне кажется это очень но пока я предлагал значит использовать для описания технологии мышления использовать знаки и схемам московского логического кружка для описания технологии мышления значит у меня здесь есть еще такая табличка майндмат называется 7 летний цикл игр технологии мышления я его набросал значит связи с тем что я думаю важным обсуждать на ну вернее не обсуждать делать ходе семилетнего цикла игр как от связи с предыдущим рассуждением и делать кому петру георгиевич ну я бы спросил ну нам наверно все-таки на петру георгиевич он уже видела на 7 лет как только выбор вкусим за перевышу я хотел показать как предыдущее рассуждение приземляется на конкретный контекст того что можно делать выбрать давайте с одной сможем отнестись так так ценности этой схематизации если она позволяет какие-то интересные идеи получил значит цельная значит на мой взгляд если мы обсуждаем технологии мышления с фокусом на схему наследиемости на ее динамику значит то мы можем отдельно обсуждать технологии мышления отдельно технологии коммуникации отдельно технологии деятельности подразумевая что это не отдельные технологии уже отрефлексированные технологии которые могут собираться в такую модель мысле деятельности как на играх так и в организации ну и соответственно я предлагаю обсуждать в контексте мышления то что происходит на объект на антологической доске значит я туда отношу такие понятия как тортирование значит по сути дела воображение предлагаю обсуждать репродуктивное мышление и вообще то что происходит в мышлении с точки зрения психологии то есть когда у нас происходит адренту нация значит происходит гиперболизация в мышлении каких-то объектов ну соответственно когда это происходит то это вносит как раз на мой взгляд изменения как бы на таком на генном уровне в схему воспроизводства деятельности трансляции культуры то есть мы бы хотели транслировать но но она у нас благодаря особенностям человеческой психики либо гиперполизируется либо синтезируется в другой норме либо акцентируется значит в уменьшении и тогда таким образом мы постоянно имеем мутации в мышлении которые позволяют развиваться максима как лихо от антологии мы сидим с психологическим антология а я предлагаю обсуждать то есть я в смысле что обсуждать факт прыжка или что ну нет то есть у меня это получается лихо не знаю обещали легкость обещали значит предлагаю обсуждать на уровне деятельности доски до свободу причем здесь вы тоже например меня можете упрекнуть в легкости я здесь предлагаю обсуждать и представление об анахи которые сложились в философии вот то что юль задала вопрос а как дальше происходило после уме 3 а дальше вот представление о свободе свелись представлением о коммунизме свелись представлению об анархии ну как бы не свелись конечно развились до этих представлений потому что представление о свободе воли на конечно дало фейербаха который стал отрицать бога и тогда вся вся эта линия значит я предлагаю в прошу прощения что перебиваю то есть как я понимаю сейчас нам просто озвучивается свою схему на нас есть хорошо от петра есть такая интересная задача задания для этого семинара может быть можно поверх вашей схемы на эту задачку ответить значка звучит что ребята вообще вот и идеальный результат хотя ну почти что мы не будем надеяться нельзя но идеальный результат от вашего семинара и конференции что я получу 7 тем для соответственно вот этой цикла семей по технологиям мышления дайте мне список 7 тем максим это можно сочетать с вашей схемы представляете организацию то есть 7 лет продолжается это мероприятие на каждый год одно те можно попробовать из этого вычинить такие 7 тем мы поняли что как человек между собой связано в общем-то на 7 участок значит но я не гарантирую что еще сформулирую 7 тем но я могу сказать что мне лично интересно было бы обсуждать с коллегами и друзьями в течение семи лет может быть у меня там через месяц этот вопрос пропадет но например вот из себя сегодняшнего дня я бы ответил следующее мне бы хотелось бы обсудить эволюцию представлений о мышлении коммуникации и деятельности на таймлайне истории то есть глубоко заглянуть в подсвет философскую проблематику подготовиться по всем персональным которые мы считаем эту проблематику обсуждали и увидеть каким образом изменялись эти представления до московского методологического кружка а может быть конечно не до современного состояния дел значит с положив эти персонали на буквально на карту истории и проследив генез воспроизводства их представлений то есть с каких представлений начали думать о мышлении и какими сейчас представлениями закончились то есть это работа не подсильно одному человеку то есть если бы оставил себе такую задачу но коллективом из 30 человек я думаю можно разложить значит это этих деятелей на небольшие группы почитать они сделают доклады короткие потому что мы должны сфокусироваться на одной теме и по сути дела получить представление о развитии философской мысли то есть ну вот вот такая задача была бы мне интересна мне одна тема задача на весь цикл я говорю о том что мне было бы интересно сделать я не знаю на один из цикл или на одну игру в течение одного года не знаю не знаю насколько это подъемные задачи потому что это же проектировать значит мне было бы интересно обсуждать само представление о схемах то есть схема мыследеятельности не появились 50-е годы вообще схема сами не появились 50-е годы я в стамбуле например делал доклад о том как в истории появлялась схема календаря там условно говоря вот того который есть на диаграмме гант мне было это интересно я нашел что первое представление например о линиях таких вот исторических там появились достаточно давно но там первый раз например схема генеалогическую значит там выстроили не знаю по моему в четырнадцатом веке не готов не ручаюсь за правильность своих слов причем там сначала генеалогию от программа и так далее там все это не писали словами родители устроен да хорошо на ничто я бы такую вот работу назвал бы там исследованием схемы генеза то есть что позволило вообще нарисовать схему мыследеятельности какие там как появились стрелки как они были связаны и так далее значит мне интересно работа представление о мышлении в лингвистических картинах мира то есть я думаю что многое о чем мы говорим в языке мы можем посмотреть в разных языках одни и те же корни одновременно относятся к понятиям мышления коммуникации и действий то есть если в одном языке этот корень означает то что происходит в мышлении в другом языке корень может означать что происходит коммуникации значит в третьем языке может означать что он происходит в 10 то есть я я думаю как бы и в самом и в русском языке собственно такие представления есть то есть мы говорим мышление но когда мы говорим об индустрии мы говорим промышленность индустрии то есть по сути дела мышление у нас присутствует ну вот в двух этих и поставь то есть и мне кажется важным я этот ну вот собирался как рассказать на семинаре и то есть в тексте вот этих зарисовок которые я сделал то что георгий петрович и московский металлогический кружок сформулировали по сути дела новый знак то есть вот новый знак который буквами обозначает как мы следи и георгий петрович и усложнение объекта то есть в этом объекте соединяется наше представление и о мышлении и коммуникации и один значит это вот лингвисте и представление о мыслении и коммуникации и деятельности в лингвистических картинах мира дальше мне было бы интересно игра какая об истории то есть я бы хотел посмотреть эволюцию мышление и коммуникации и деятельности в самой истории посмотреть на историю вот вы сегодня кстати с вадимом это обсуждали не как на историю войн революции и противостояния а посмотреть на это как на историю мышления то есть как на принять то что при войне и революции это сбои в коммуникации ну и соответственно в схеме мыслей посмотреть чем это условно то есть там я по совету петра георгиевича значит посмотрел работы нефедова который объяснял ряд таких вот сбоев в истории например демографическими ситуациями то есть я я думаю что много кризисов можно объяснить тем что население либо сильно вырастало и коммуникация разрывалась либо наоборот там как-то сокращалось и в общем что-то происходило то есть на это стоит вообще посмотреть оценить и тогда значит мне кажется что практически смысл например игр мог бы проявиться в такой игре по освоению нового языка какого то есть на мой взгляд вот то что я сейчас вижу в мысле деятельности и вообще как как я тебе все представляю можно говорить не об изучении химии например или об изучении физики фактически каждый раз мы изучаем язык то есть изучаем химический язык физический язык но если мы будем говорить и языке тут работу значит на знаках замещение объектов знаками и так далее то есть по сути дела мы можем посмотреть а каким образом осваивается новый язык такой странный как химия то есть каким образом например объекты замещаются в сознании вот этими знаками химических элементов может быть это ну не всем было бы интересно но если мы выберем какую-то актуальную тему для современной именно науки такой вот инновационный то в общем там мы бы могли может быть притянуть какие-то коллективы людей которые там никогда не разбирались там в каком-нибудь генетике например но зато потом из этих коллективов на игре родились бы какие-то предприятия которые бы стали бы хорошо генетики разбираться и предложили бы какие-то идеи именно уже вот ну как как сказать которые можно катализировать значит то есть вот такую бы игру и предложить да значит что еще ну пожалуй все вот я опять назвал идей может быть что-то не назвал да хорошо коллеги переходим по циклу вопросов по кругу интернет прошу прощения что я вас не очень пропускала сегодня да давайте если есть вопросы участников по skype давайте нет вопросов ладно если вопрос здесь лишь после вопрос соответственно быстренько пройдем обсуждением по кругу нам все-таки его знаешь вопрос как результате ты уж они чтобы как был конечный результат что ты вот нашел технологии которые как бы удовлетворение деятельности твоей именно своих дел как-то у нас физика тоже едино если вам кажется что ваши дела идут хорошо значит вы чего-то не замечаете и вот как бы может быть сегодня вот этот вот рефлексивный ряд но это как не сейчас вопрос а что изменилось и как вдруг он получился вот этот вот конечный результат только просто удовлетворим это вообще-то поинтересный вход к нему и мы переключим на мой действительно доклад вот это вот очень интересно что меняется меняется собственно сознание деятеля вот это его любви чья наверное прошу про прошу прощения работа доклад про изменения сознания максима и кенча я не готов стоять на семинар вот так услышали вопрос не услышали я пустую именно и причем на отношении когда получаешь человеку михал михалыч произвел такое сильное впечатление что ты довольна своими играми михал михалыч просит доклад на тему как-то дошел до жизни такое что те удовлетворило то что ты делаешь считаю что за этим стоит какие-то мощные изменения сознания кроме того что есть здесь у меня нет ничего то есть вот я это зарисовал и ну там там конечно есть еще одна более сложная схема для того чтобы перейти к обсуждению ее нужно как-то отнестись вот к этой то есть сказать она ну там годится не годится то есть понимаем ли мы что по сути дело основной процесс который управляет развитием это коммуникаций то есть мы естественно мысли коммуникации деятельность то в числе эффективно то есть принимаем вот так интересно 1 то есть основной процесс которую управляет развития на 30 коммуникация до мысли коммуникации в том числе и день это как это одно понятие схемы вода это капсула я тихо смирить на рубашку да я тихо эклектика новых варваров есть но у меня есть реплика пояснить бизнес большой максимум себе понятие задачи и проблем простить не прощет это не входило в содержание почему это почему у него нет проблем у него может быть и задача у них вытаскивает и готовы простите проблемы и задачи есть есть понятие проблема сдачи есть она не входила в в тему и содержание доклада максим единич поэтому я свою модераторскую власть я своей модераторской властью это вопрос не пропускаю вы уже привыкли же саму спорта но я просто бы уточнил вот здесь у тебя одна из игр деятельность называется игра история например античность и сколько что мы знаем об античности на самом деле ну ты как бы это провокационный такой вопрос про на самом деле и и и или или как вы честно говоря я думаю что вот средствами как раз технологии мышления можно проводить большую работу по описанию например истории поскольку одному человеку например не под силу договориться об истории появляются много например разных книг пользователя очень тяжело прочитать все то есть этот процесс растягивается на годы по сути дела а если собрать например историков античности у каждого из которых свой взгляд на античность культурового там например историков живописи историков просто которые кандидаты исторических наук и доктора и погрузили в такую коммуникацию то можно было бы получить интересный очень продукт о том что на самом деле было античности то есть кто что увидел потому что такая машина времени кто куда сбегал посмотрел и по сути дела на конференции которые есть сейчас не получается обменяться такими знаниями а если такие знания ну в смысле если такой процесс сделать в игре то можно получить интересный продукт о чем идет речь я по сути дела в школе недавно проводил с шестиклассниками игру что они знают в принципе вообще об истории значит получил там определенный набор карточек воскресенье тоже игру со студентами могу сказать что в общем студенты как и школьники лезут википедию и не совсем понятно чем детерминирована их современная культура то это же надо лезу википедию ну вадим я же не против что вы были я держу в википедии я напишу определенные вещи сам это супер я просто хочу сказать что например если вам задать вопрос какие события в истории вы видите для себя как важны каких людей какие технологии мы получим определенный срез того как на самом деле повлиялась культура да то есть и одну за этим вы википедию не полезет ну в смысле сдать перечень событий уже там глубже можно смотреть какие взаимосвязи к этим событиям ну собственно я попытался ответить я в общем не к википедии неплохо отношусь не к студентам просто просто говоря о том что мы можем собирать большие как бы карты того что есть от того что был точно совершенно но в мире нам оставить википедию просто максим как я понимаю одна из подоплек то что вадим вцепился именно в это место это то что ну например у нас на семинаре у георгия петровича слова на самом деле встречались громким хохот ну поскольку мы тоже точно знали что человек не может сказать как нам было на самом деле человек на все смотрит мир своих почек то есть мир имеющих понятий схемы так и сразу много без знаний ну я помню то что я вам сейчас рассказывал схему многих знает вам не показалось нет просто к словам нас на самом деле понимаешь это очень-очень сильно в кавычке если ты в нашей стиле я один я же не человек говорю что вот это же не доклад на самом деле что было в античность название мероприятия направлено до участников который не факт что пользуются нет просто мне показалось что максим от своего имени сказал что если мы их всех соберем и ставим друг другу поговорить мы узнаем что было в античность на самом деле вот 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 здесь сказал можно послушать практически дословно если проведем здесь возникает попытались и пройдем ты что узнаем что был на самом деле вот насчет на самом деле вы не думаете что я считаю что мы узнаем как было в античности на самом деле если мы про современность не знаю я во всяком случае что в современности происходит на самом деле просто обращать твое внимание да эти слова это тоже учитываешь вану скором оборажении есть ну понятно что это невозможно но зато у вас можно поймать разный взгляд хорошо пошли по репликам значит коллеги в скайпе у кое желание что-то сказать пожалуйста обозначить есть в чате а мы пока пошли по тем репликам которые есть в аудитории давайте значит мне сообщение максим сказал очень интересно я вас принял это сообщение в каком ключе в ключе того что максим нашел способ разложить на ряд частных схем или частных шагов работы со схемами выход к принципиальной антологической идеи ну как бы мир как то где развитие накладывается и осуществлено воспроизводство и осуществляется вместе с ним то есть вот я и вот это он и показал как бы вот путем работы со смыслами и их соотнесением с разными разными типами схем и как бы такое разложение для проделал тем самым сделал более реальным наиболее действительным скажем так вот это само это антологическое качество которое ну его можно назвать сферой или еще как то да где именно не отдельно и выделяются процессы а и вся весь как визюм на соединение процессов одного типа развития наложил на воспроизводство не объединил это в одном представлении что это уже идея гораздо более богатая претендует на такое антологическое звучание так я увидел работу как бы которую максим проделал теперь что я в связи с тем что есть тема технологии мышления да мне кажется перед чем остановился докладчик дать ответ на вопрос об объемлющей системе то есть если мы теперь фокусируемся на технологии мышления включая их там создание модификацию если они уже были созданы или еще что-то направлен на какое-то оперирование с этими технологии мышления возникает следующий вопрос в рамки какой системы мы помещаем эту эти технологии мышления они где в каком пространстве мысль и вот здесь получается некий разрыв то есть вот это построение все которое сделано на этих схемах хорошо бы теперь внутри него дать вот эту рабочую версию о размещении технологии мышления в какой-то объемлющей системе про черт из из того как контекста который прочерчен вот в этой работе по наложению развития на воспроизводство спрашивается где они там можно ли рамки этой системы как рабочие уже рамки задать мне кажется такой такой такого решения или как варианта решения не было предложено поэтому возник такой вот несколько произвольный перескок это первой части выступления где все про эти разложения что до попыткам что-то утверждать уже в связи с этими технологиями мышления это был перескок не обеспеченный вот этим как бы промежуточным звеном выделение объемлющей системы в этом мире так понятым так взятым для этих технологий мышления тут надо еще учесть по моему что был в фейсбуке такой тотальный опрос какие технологии мышления собираются значит создавать да вот и был такой опрос который я не помню какой вера выводы какие сделал из этого вопроса как бы выявлял или про или прояснял степень такой порк деятельностной нацеленности на не просто на истолкование этой темы что мы вообще как мыслим я бы сказал так что в этом качестве намеряются произвести участники сообщества вот вот было понятно что найдутся герои как бы это делать может быть и будет немного в любом случае и это их работа столкнется с тем же вопросом в рамках какой системе они рассматривают технологии мышления в рамках такой функциональной структуры собираются оперировать с этим с этой единицей они эти герои могут быть лишены того что максим развернул в смысле такого объемлющего контекста отологического поэтому как то нужно эти две группы будет сводить хранить синхронизировать обеспечивать коммуникацию вообще участие от максима будет вывешен смысле аудиозаписи мы вывешиваем в этом смысле любой кто захочет сможет к нему обратиться ну да но это эта позиция как бы она сама все срастется как примерно так вера занимаетесь нет а полное отсутствие какой-либо организационной установки на счет пусть если составить то само понятно но я бы предложил соответственно да не вере максиму в эту сторону попробовать сделать шаг если вопрос принимать то в рамке какой объемлющей системы помещать эту штуку ну и где собственно с ней работать вот вот если на этом уровне найдется согласие то мне кажется потом и в производстве будет больше порядка спасибо или пути крылья да давайте я попробую хорошо у меня вот какое отношение в первую очередь еще раз хотел бы вернуться к исторической реконструкции всей и может быть то что сейчас произнесло дальнейшие момент для размышления и хотел бы отнестись моменту когда ты говорил про идеальную форму точнее там идеальную форму стремление это так совершенства технологии мышления когда мы берем из коробочки готовое решение и вот мишину мишин комментарий в этом по том что любая норма да она стремится к этому совершенству таким образом я как для себя определяю что норма у меня ограничено до а стремление к совершенству но бесконечно постоянно как вы двигается вот но здесь здесь ты говорили то что это норма обсуждали что бывает разных форм да у нас и стандарты инструкции так далее вот но вот это вот к стремлению бесконечному совершенству и глядя на вот эту картину можно предположить что в каждом этапе в каждом этапе до этой конструкции вот эта норма она и была сумка бы своем предельному предельном видео образе форме воплощение дает представлению вот и может быть тогда здесь такие как раз и возникает этот вопрос какого места человеческого круга начинать свою деятельность мышления вот именно конкретно вот в тот момент когда эта норма начинает меняться и тут я вот на что хотел обратить внимание когда мы доходим до процесса воспроизводства я бы момент такой обозначила что все же воспроизводство это не равно развития все же вот воспроизводство как-то свои первоначальной и пока буду как наверно с экономической точки зрения то что я знаю это все же грубо говоря то что наработали то себе вложили это не увеличение не изменение качественного состояния ничего тут наверное нужно вдумать когда вот уже дошло боль будем представлять себе вот этот правую точку воспроизводку да нет я понимаю да да ты весь процесс но это у нас когда вот этот воспроизводственный процесс идет может быть здесь нужно что-то почему-то оставил это слово не поднялась рука его удалить но она не предполагает развитие на мой взгляд потому что нету перехода не видно за счет понятия из одного из одной формы в другой вот это развитие здесь на этой схеме обозначена нижней стрелке да это я понимаю вот что это постоянно изменяешь но когда идет мы когда будем говорить дальше мы не можем исходя из того же из-за своих природной сути воспроизводства говорить о дальнейшем развитие вот что я имею в виду спору пожалуйста потом потом пройдем записывая здесь первое отнестись вот к норме так предельному не значение какой момент начинается воспроизводство выражаясь твоим языком нормы и подумать еще раз о самом воспроизводстве может быть это что-то другое поискать свои исторические конструкции что только погромче качество деятельностных и в принципе желает всегда быть лучшим и требуется очень много всяких и наверно вот эти какие подходы наверно позволяет получить качество но брать отдадите еще надо ведь и в дети собрать и еще и искусство не только ремеслом и мне кажется когда ты говорил вот удача как там прям психологии все остальное наполняешь искусство причем все в детстве о них ничего не говорил он начал с самого начала технологии говорил что он проводит некоторые игры не значит он проводил деятельностные а то есть мыслим что они энергии я бы не взялся это это васяк случае мы это не обсуждали то есть но как и это некоторая авторская разработка максима и вопрос о том является ли торг деятельностно тогда я прошу прощения просто потому что я не исключаю что такая вот такой подход может улучшить качестве деятельностных ли тогда вот так освещение искусство и ремесла и то что когда дается ли с вами а если вам дали рекалы вы еще не пикачеками стали еще очень много чего я вот это развлечение вот как бы вот получение института от лечить это искусство как я порт средств от этого очень спасибо мне тоже понравился вот такой пространственно-временной подход максима и понравилось в этот самый из ну и вера это исторически получает подходят понравилось это идея рождение мышления из деятельности и потом превращение в самостоятельную деятельность как бы на антологическую мысли разработать это очень здорово далее вот все-таки мне что не понравилось как бы то что доклад было технологиях мышление которые направлены в общем-то и на решение задач готовыми в коробочке так сказать средствами она решение проблем то есть на разработку новых средств для достижения целей для которых средств этих нет и вот об этом ничего не было скажем и вероятно даже запретила спрашивать спасибо спасибо ну мне кажется что максим демонстрировал такую герметичность капсулированность в ходе обсуждения и мне показалось что это как раз является неким указанием на то что никакого мышления и никакой тем более технологии мышления в этом обсуждении в этом докладе не было не то что продемонстрировано даже намека на это не было я вспомнил как в начале девяностых я делал доклад на игре вот для единственного петра и ну примерно вот так же да и он мне сказал аппаратуру убери вот то что касается вопроса я вот думал о том чтобы я хотел обсуждать там на 7 летнем бы цикле туры я бы сделал группу сквозную которая бы обсуждала этику мышления ее роль методологическом движении и мне кажется что именно вот такие ограничители которые говорил и демонстрировал георгий петрович уходя и говорят не врать мне кажется что вот эти моменты являются некими технологиями но не технологиями которые гарантируют результат в процессах мышления ход поиска мне кажется в том направлении а когда что-то технологизировано но перестает быть мышлением это обсуждалось на одной школу по мышлению и бану закрыта от критики и носит идеологический доктринальный характер ну что собственно сегодняшнее выступление спасибо я тоже участвует так и у нас да и у нас две заявки из интернета давайте максим это максим это chords ну что для улучшения понимания механизма мышления полезно понять как оно зарождалось 2 то есть согласна что может быть такая технология которая позволит двигаться упадение и развитие мышления вперед и назад без закрытия Угу. У меня, ну от последнего выступления тоже у меня очень близко к сеансу, я считаю, что при проектировании коллективной работы, онтологическая рамка и при проведении их обязательно требуются. То есть онтологическая рамка, которая связана, я говорю, с этическими установлениями, она обязательна. Спасибо. Люба, вы здесь? Включите микрофон. Ага. Включила только микрофон, да? Это Петехтина. Ну, хочу, Любовь Петехтина. Ну, хочу сказать, что, во-первых, мне понравилось, даже хочу сказать, очень понравилось. А чем именно? Во-первых, для меня здесь Максим выступал в роли такого очень хорошего педагога, который, с одной стороны, он не только, понимаете, он не только рассказывал, как делали, да? Потом он сам показывал, как он делает, да? А потом он еще показывал, как надо делать. И в этом смысле, дальше, после этого он еще показывал, вот есть средства. Вот возьмем эти средства, вот сейчас мы их, вот именно средства возведеятельностные и средства кружка методологического. И вот мы сейчас вот эти средства посмотрим, насколько мы можем последовательно ими воспользоваться. И дальше он начинал демонстрировать. Вот я вам показывал, как можно ими воспользоваться. Дальше вот я показывал, как вы можете этим воспользоваться. Дальше говорил, вот, что можно пользоваться, можно применять, можно обучать, можно тематизировать. Вот я рассказала всем тем и так далее, да? Я для себя увидела тут, когда он говорил вот о карте истории и о том, как можно там по-разному посмотреть, какие различные, ну, как движения в философском музее идей, да? И так далее, да? И так далее, да? Дальше он продемонстрировал работу на разных досках, положил их там и так далее. Да? Ну, вот этот вот момент, касающийся того, насколько это разнообразно, структурестно, где выдерживалась строгость и линия, и это все выдерживалось, да? И шаг развития, и там, мышление, и коммуникации, деятельности и так далее, да? Я имела в виду, что это все, я делаю, крайне привлекательно. Но для меня, в основном, вот эта привлекательность заключается в том, что он очень хорошо показал о том, что, вот говорят, нельзя обучать тому всему, да? Вот он показал, можно обучать, да? И вот он показал, как делает сам, как можно делать людей и как можно делать еще. Что мне здесь, как бы вот на данный момент здесь не хватило, да? Того, что он говорил о сборке, что, на самом деле, у нас должна быть как-то сборка. Вот мы видим технологию на городе Ушелье, коммуникации, деятельности и так далее, да? А после того, должно быть сборка. И вот он этого всему, или я это упустила. Вот, то есть заявка на сборку сделана, да? А каким образом она, даже в плане денег может быть осуществлена, как бы это ни пройдет. Ну вот, все, спасибо. Спасибо. Так, ну и я осталась. Значит, ну, как коллеги, у меня отношение к докладу двойственное и, в общем-то, куда более негативное, чем у большинства присутствующих. Первое, что мне, безусловно, понравилось. Ну, это действительно последовательно проведенная попытка использовать методологические схемы в качестве онтологических. То есть, значит, увидеть всю историю человечества через призму этих схем. При этом я не согласна с тем, что здесь демонстрировались мысли деятельности схемы. Я даже не соглашусь с тем, что положено синтез воспроизводства и развития. На мой взгляд, доклад Максима – это последовательный деятельностный подход к истории. То есть, да, схема воспроизводства достаточно последовательно проведена. На мой взгляд, то, что было названо развитием – это не больше, чем эволюция ситуаций, которые вполне новыми этой схемы ловились и Георгием Петровичем рисовали в свое время в рамках схемы воспроизводства. Очень много чего приговаривалось на смысловом уровне. То есть, я не исключаю, что в голове у Максима есть и про развитие, и про все остальное, и есть это в тех текстах, которые начитаны. Но если различать смыслы, о которых мы коммуницируем, и те идеализации, которые выкладываем на доску, на доске ничего, кроме деятельностных схем, не было. В этом смысле, на мой взгляд, и близко не была реализована задача соотнести мышление и деятельность. Невозможно соотнести, если мышление не представлено в каких-либо схемах, в каких-либо идеализациях, отличных от деятельностных подходов. Если у нас мышление ловится на уровне смыслов и цитат из философов, а идеализация положена деятельностная, то мы не можем соотнести мышление и деятельность в мысли. Хотя на уровне смыслов и коммуникаций все это схватываем. При этом, в общем-то, да, доклад Максимов подтверждает, что и деятельностные схемы в истории много чего ловит интересного. Да, хорошо. Но, поскольку мы мышление... Да, и, в общем-то, я понимаю, что сама тема технологии мышления за счет акцента на слово технологии провоцирует на использование деятельностных представлений, деятельностных понятий и так далее. Мы малмальски понимаем, что такое технологии производственной деятельности. Думаю, что невольно туда и перетягиваем, как только начинаем говорить о технологиях. В коммуникации, на мой взгляд, была намечена линия, которая могла бы вывести к развитию, если бы удалось ее как-то схематизировать. Эта линия связана с идеей совершенства. То есть, я бы на норму накладывала требования реализуемости, а значит, несовершенна. То есть, может быть, лучшее из имеющихся, но совершенство мы ведь обычно задаем как идеалы. То, что Юля говорила, мне кажется, это очень точно. Совершенство задает рамку, а любая норма – это всегда уже некая реализация этой рамки, которая в этом смысле от нее отстоит. Мне кажется, что вот этот разрыв между имеющимся, в частности, нормативным байсом и некой идеей, заданной через мышление. Вот для меня мышление здесь появляется, необходимость мышления, поскольку совершенство, в общем-то, за счет мышления, за счет идеализации мышления, за счет порисуемой доски антологии, вроде бы, как-то и, может быть, представлено человеческим коллективом, а не просто индивидуальным сознанием. Вообще, с этой линией было бы интересно покрутиться, то есть, ну, так, с одной стороны, подхватывая идеи Миша, с другой стороны, возражая, я бы сказала, Максим этим докладом поставил, то есть сделал зримой, явной, объемной вот эту проблему соотнесения в одном пространстве, процесс воспроизводства и развития. Да, она ключевая для идеи технологии мышления, поскольку мышление от нас требует двигаться вектор развития, каким-то он с развитием связан, я же согласна с Владимиром Федоровичем, а идея технологичности требует воспроизводства и трансляции, причем машинно организованной по возможности. Ну, в широком смысле слова «машина». Вот. Ну, кстати, в этом смысле, как-то основка проблем. Мне доклад нравился. Ага. Ну, Миша, из-за этого у меня такое кислое отношение к тому, что вот Кабу замечательная идея Максима, вот это самое, транслировать тем другим, которым технология занимается, а то вдруг они до них не дойдут. Но нету идеи, которая транслировать. Есть проблемы, которые обсуждать и пытать. И согласна с Мишей, что теоретическая часть и то, что дано майндмэпом, между ними явная дара. В этом смысле Максим же очень интересная тема семьи к нам бросал. Хотя я сильно сомневаюсь, что они имеют какое-то отношение к понятию технологии мышления, но у нас нет сейчас оснований для того, чтобы обсуждать, имеют или не имеют, поскольку не положено ни понятие мышления, ни понятие технологии мышления. А сам по себе, ну, в общем, да, интересно было бы таким вещами заниматься, и там, в частности, январями в них поиграть. У меня все, спасибо. У меня последнее слово подсудимого. Если хочешь. Это же Юля собиралась, по-моему, отвечать. И еще какие-то были зацепки, которые ты отвечать хотела. Все отметил, то есть интересно, что было сказано, и на какие-то вещи хотел бы прореагировать. Не уверен, например, что нужно реагировать на реплику Михаила и вопрос, в каких рамках пространства и системы, в рамках какой системы, значит, нарисована эта схема. Это какая-то мысль? Нет. Какой был вопрос? Какова объемлющая система для применения технологии мышления? Да. Или для применения и для работы. Хорошо. Потому что у меня записано, что, значит, я наложил развитие на схему воспроизводства. Это по-разному тенсию. И в рамках какой системы это как бы произошло? Нет. Это по-разному тенсию. В рамках какой системы могут использоваться технологии мышления. Могут разрабатываться и применяться. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Предположить, что технологии мышления принимали и будут. Да. Тезис состоял в том, что ты проделал одну проходку в проблемном контексте, как Вера говорит, вот этого сборки двух процессов. Мое предположение дальше, что если бы там это доделать, эту сборку, то в этом же контексте процессуальном можно найти эту объемлющую систему. Тогда ее надо там найти и выделить. И тогда мы уже в работе с технологиями мышления будем иметь пространство, в котором с этим обращаемся. Да. А поскольку ты эту задачу не ставил, выделить эту объемлющую систему, то она все еще не решена. Это можно я репликой на реплику. Значит, у меня есть представление, что, во-первых, у нас есть такая худо-бедная теория эволюции, которая состоит из, во-первых, непосредственно эволюции организма, потом эволюции человека. Это все спорная достаточно теория. Но, во всяком случае, мы не можем спорить с тем, что там за последние несколько тысяч лет произошла эволюция мышления. То есть, ну, это называется там в ряде теорий гносио-гинез. Вот я, во всяком случае, там никак не относясь к тому, что человек в своем индивидуальном зародышевом развитии повторяет эволюцию микроорганизмов до организмов, хорошо относясь к теории, что в своем развитии до трех лет он повторяет глоттогинез, то есть, становление языка, как то же самое, которое происходило в истории эволюции языка. И я думаю, что в своем индивидуальном онтологическом развитии он повторяет весь путь, который прошло человечество, набираясь мудрости. Поэтому, собственно, у нас предельной рамкой является развитие человечества. Предельной рамкой. Имея технологии мышления, мы можем повторять путь развития человечества на больших коллективах, на маленьких коллективах и в школьном образовании. То есть, на отдельном человеке. То есть, мы всю мудрость человеческого мышления, которое оно прошло за всю свою эволюцию, можем спрессовать до школьного курса. Ну, что, собственно, в школе и происходит. Ну так, худо ли или бедно ли? Но происходит. Поэтому, какую рамку мы выберем? На что мы будем накладывать эволюцию мира? Это, собственно, наверное, вопрос этих. То есть, мы, я имею в виду, не себя, значит, и не вот этот круг. То есть, ну, некую такую управляющую позицию, которую можно занять, имея школу, например. Или имея полномочия от тех, кто понимает, что мы хотим. Ну, как я понимаю, это не тот вопрос, который задавал Миша. Ну, в общем-то, но позиция понятна. Но рамку выбираем. То есть, это масштабно. Тут стоит различать рамку и объемлющую систему. То есть, собственно говоря, ну там, не знаю, различать предельную антологию и рабочую антологию. Объемлющая система рисуется на рабочих антологиях. Ладно. Значит, это я отнесся к словам Михаила. Значит, в июле выступления я пометил разницу между воспроизводством и развитием. Мне казалось, что я как раз эту тему и старался развить. То есть, вот эту оппозицию, в общем-то, я хотел заметить и просто наблюдал и прослеживал в истории, что она существовала до какого-то определенного времени вообще безоппозиционной. То есть, имелось только представление о воспроизводстве, либо о постоянном ухудшении мира. То есть, и потом в какой-то момент представление о развитии появляется в работах о прогрессе. Ну, то есть, соответственно, может быть... Максим, только надо доклад пересказывать. Ну, собственно, да. Я заметил. Хорошо. Хорошо. Значит, что касается психологии, я бы, ну, то, что я помещал в том числе в ту схему, о которой я рассказывал, и когда я рассказывал о том, как это можно играть, и что представления о психологии нам нужны, я имел в виду только одно. Потому что психологи в 19 веке появились, ну, в принципе, вот этой науке очень небольшое количество времени по сравнению с историей, рассуждая о душе как раз, то есть о свободной воле. И психология, то есть психо это душа, это наука о свободной воле человека. То есть начали изучать человека, то есть из чего он состоит. Отбросили представление о том, что человек в дверь, человеком движет мышление, и стали изучать, а что там все-таки внутри, ну, как бы в кавычках, на самом деле. То есть приняли тезис о том, что он свободен, изучали душу его. Значит, поэтому, делая вот этот вот взгляд назад, дальше, то мы можем посмотреть, что это те же самые представления о мышлении, о деятельности и так далее. То есть, во всяком случае, все думали об одном, даже когда создавали психологию. В том числе и думали об управлении, потому что пытались... Ну ладно, я не буду трогать. Ладно, по поводу замечания Владимира Федоровича о том, что... Какие задачи, Владимир Федорович, да, решают технологии мышления или наоборот? Нет, я не знаю, что это не задача, а проблемы решают, а задача это не проблема. Ну вот я пометил себе задачи, вы что имели в виду? То есть, вы сказали, что мой доклад не направлен на решение задачи. Нет, близко не услышал. Он сказал, поскольку мышление служит только решению проблем, с той же время Владимира Федоровича, а ты обсуждаешь в манере решения задачи, это подтверждается твоим примером, что этот человек знает ответ на все вопросы, которые с технологией мышления, то технология, может быть, и будет, но она не про мышление. Поскольку процесс проблемизации, она у тебя не поддерживает просто по такому принципиальному заданию. По умолчанию. Ну, знаете, я, в общем, на такую трактовку я могу сказать, что это идеальное состояние, которого невозможно достичь. Ну, то есть, проблема существует в той мере, в какой мы несовершеннее. Да. То есть, и поскольку мир все время изменяется, все время появляются новые средства, новые объекты, благодаря тому, что новые объекты порождают новые средства, новые средства порождают новые объекты, и, в общем, невозможно эту проблему решить. То есть, он все время расширяется, и никогда не будет, не будет такого времени, когда нет проблем. То есть, у вас есть проблемы? Максим, обратите внимание, мы все вам говорим не про мир и вопрос даем не про мир. Все вопросы про средства вашего мышления. Ну, не про лично. Которого вы демонстрировали. Лично не бывает. Ты же сам сказал, что все эти мышления имеют отношение. То есть, про те средства, которые вы используете, и, в общем-то, мы все в большей или меньшей степени ловим себя на противоречивости идеальных полаганий. Послушайте, есть, я думаю, абсолютный тенденц, который является абсолютной проблемой. Это то, что коммуникация, в принципе, невозможна. То есть, на схеме мыследеятельности имеется разрыв коммуникаций. Я думаю, что это принципиальное проклятие человечества, которое будет всегда, и решать это предстоит всеми возможными средствами. Существует разрыв. Коллеги, прошу прощения, я возвращаю к процедуре. Максим, ты отвечаешь. Кому хочешь ответить, не обязательно всем отвечать. А мы уже оболчим. Да, хорошо. Значит, дальше Вадим. Про то, что я не продемонстрировал технологию, что нужно говорить про этику. Ну, то есть, собственно, я принимаю. Думаю, что важное, конечно, замечание не врать, значит, и иметь этику. Думаю, что как раз в коммуникации рождается этика, и в воспроизводстве появляется то, что врать невозможно. То есть, вранье не воспроизводится. Поэтому, в общем... Есть для нас. Ну, каждый раз, наверное, создаю вас. Не раз говоришь, такого интересного. Ну, собственно, я говорю, что в тех играх, которые я провожу, да, с товарищами, врать невозможно. То есть, вранье распознается людьми, плохие практики умирают тогда же, когда создаются. И это, в общем, единственная надежда на развитие. Коммуникация – это единственная надежда на развитие. Ну, в общем, спасибо всем большое. Я думаю, что на этом надо заканчивать. Мне было очень приятно на этом семинаре. Вера, дай слово. Да, пожалуйста, Люба. Я, значит, хочу, значит, пошутить. Я в каком классе, значит, мы проходили, я уж не знаю, что проходили, но, тем не менее, проходили Юма и Маха, сенсуалистов. И вот преподаватель говорил, вот как будет строиться картина мира. Вот сейчас вот мы по-другому строим картина мира. А у них вот как строится. Машак вот, ну, в переводе там, другой исчезал. Машак вот перевел так. Миша, у него представление. Но когда сын, значит, иголку воткнул в что-то, то, значит, Юма поскликнул. Ах, такое мое представление. Что я хочу сказать? Что Вера должна срочно сделать, чтобы все без исключения, для того, чтобы понять технологию мышления и значения, коллективного обсуждения и чувственного присутствия, чтобы все без исключения прошли скайпирование. Ну, то есть, все побывали и прослушали, проучаствовали через скайп. Понятно. Хорошо, что не скайпировали. Понятно. Скайпирование, да. Ну, а там. Практически так. Все? Ага. Спасибо. Ладно, спасибо. Итак, коллеги в скайпе, спасибо большое. Я отключаю все. Вы хотели, чтобы вы посмеялись. Ага, не испугались. Сейчас я вас кажали, давай не услышим. Виолейна, включай? Да, включайся. Хорошо. Три часа? Да, ну, нормальный трехчасовой доклад. Я знаю, что я забыл сказать о том, что вот я здесь поместил первую карту мира, которую вообще считаю, сколько имена. То есть, видите, здесь вот Европа, а я думаю, что в нашем представлении о мышлении, то есть, вот когда мы говорим, как они вот пока вот такие, то есть, нам предстоит отличиться, все развернуть до большой карты. То есть, вот мир эволюционно двигался вообще во всех схемах, даже в том, что можно увидеть. А в том, что нельзя увидеть, оно движется еще, конечно, тяжелее. Да, да, очень красиво это там. Ну, ладно, всем спасибо. Ну, Тим, у меня к вам еще такой вопрос. Вы на конференцию 14-15 мая у Петра так вот это играть будете? Буду. О чем? Не знаю. Думал, что получу такие вопросы, в результате которых смогу сделать какое-то продолжение. А сейчас, подождите, это дверя, сейчас мы обсуждаем, мы идем к конференции 30 мая и ход туда на программу семейных. Да. А еще конференция 14-15 мая. А, 14-15 мая, довольте, в смысле? Да, мне здесь. Я не называю. Нет, не называли. Обязательно. Хорошо. Ну, и желательно, что-нибудь будет тензис. Кстати, ну, тензис в перспективе. Сейчас мне пока что важно... Зачем еще такие ручки есть? Ух ты! Какая интересная. Владимир Федорович? Спасибо. Ну, отласили. Вот, это сегодня тема, сейчас... Да. Потому что тему твоего доклада на педагогическомференции хотелось бы иметь, потому что сейчас на МЧМ какие колонки? У меня и по сану. Не то что тема, у меня сам доклад написан. Это пугает, да? Думаю, если у человека доклад написан три месяца до конференции не знаю ни контекста не программа каких-либо обсуждения цвета пугает возможности коммуникации почему пугает по поводу на возможности поскольку такой доклад очевидно и сделает коммуникацию мы что менялась высокий уровень перспективной рефлексии я вам пришлю статью которую я написал и большие вы делаете посмотрите а мы же не статью о мысли то что одно дело статью который куда-то пишешь ну то есть понимаешь контекста город значит у нас тема массовизация образовательных практик реализующих идей но если можно сидеть на тему не только мысль не хочется обсуждать вас подождает проводительство нет я тут еще веру то что все сложно подъехать там хорошо спасибо до свидания до свидания пойдем когда появилась в зрении а тема есть что были случаи когда обезьяна роняет банан вроде бы у нас есть заявка дембок вытаскивает а не по кризису а по различным технологическим единицам для ее и для ее имени не пересекаясь с этими не видел как бы я не знаю я не знаю перемена я же его наблюдали и тогда я бы хотел посмотреть